Как устроен великий китайский фаервол? Сравниваем ангуляр с реактом и вью Илон Маск накурился и теперь летит на луну Илон Маск накурился и теперь погнали На самом деле, да, рады всех приветствовать С вами подкаст Суровый Веб, проект eWebDesign Сегодня у нас 20,5 сентября Выпуск номер 179 у нас уже на часах Я жду двухсотого, я не побоюсь каждый раз это напоминать Двухсотого жду Да, да, я тоже на самом деле жду двухсотого Мы, кто только настроился на нашу волну У нас здесь подкаст про UX, про веб-разработку Про урбанистику, про дизайн, про всякое такое Мы из Челябинска выходим на связь Поэтому, собственно, и Суровый Веб Нет, поэтому, собственно, и дымно становится Вот именно, когда подкаст включаешь И грязно именно, вот именно мусор сразу вываливается Дымно становится еще, потому что про Илона Маска Сегодня тема у нас Да, кстати, знаешь что? Знаешь, короче, у PewDiePie часто ролики выходят про мемы И вот у нас первая тема Это практически объяснение нашего мема Нашего мема Да, у нас на Ютубе появились комментарии Появились В принципе, появились наконец-то комментарии Наконец-то, да На самом деле появился первый комментарий Пользователя с ником Антон Владимирович Не Владимирович, а Владимирович Буквы R нет Видимо, это у него Владимий отец Так вот, он пишет Да что матея такое? Это матеша И я честно, вот я даже не знаю, как к этому мему подступиться Я хочу объяснить Давай сначала приведем исходный мем Значит, у нас в подкастах часто используются разные словечки Жаргонные в основном И в том числе такие фразы, как, например Ну, это фраза-мем, которая у нас используется с Саней Такая по матеше И мы ее используем в таком ключе Что вот, допустим Если, как вот у вас на уроках в школе, да Нечего сказать, обычно нечего добавить Да, вот на каком-нибудь уроке На особенно сложном уроке Например, на математике, да Ты такой сидишь-сидишь Какая-нибудь очень умная девочка отвечает В этот момент, знает все логарифмы А тебе вот, ну, просто вот нечего сказать Потому что у тебя именно обезьянки в голове стучат И ты как бы сидишь спокойненько И тут вдруг Мариванна, именно Мариванна Как любит Илон Маск вражаться Мариванна Спрашивая, значит, тебя Слушай, а вот Например, Сергей тебя почему-то зовут Не знаю почему Сергей А почему А вот как Что бы ты добавил про логарифмы? И ты понимаешь, что тебе нечего добавить Вот нечего добавить тебе про логарифмы Причем, даже если бы ты хотел, на самом деле Та девочка, которая перед тобой отвечала Она реально все про них сказала Даже то, что от нее не требовали Она же университетскую программу сказала Да, да Даже если бы ты хотел, не смог А ты еще и не хочешь, да Соответственно, на вот этой вот уроке математики Тебе нечего добавить Но математику мы немного сократили до матеши Как бы это упрощенно такое Умышлительно ласкательное слово Так, как будто мы все еще в школе учимся Типа пойдешь на матеши Вот, короче, вот по матеши Причем самое смешное, что Это же еще и шуточка Ты когда говоришь Да мне нечего сказать Я там с Петровой согласен Как бы ты именно просто должен еще сказать Что типа она все реально сказала И все понимают, как бы Что просто ты ни хрена не учил Но как бы вот, ну, звучит как будто бы согласен Причем... Ну, к сожалению, после этого Возможно, двойка следует тебе в журнале По картине опять двойка Ты потом будешь стоять у кого-то буреточки такой Или знаешь... Сергей, не ты, а Сергей, естественно Не я, а Сергей, да И ты знаешь, Сергей вот поставит точку И ему скажут Эта точка завтра превратится в двойку Вот, да-да-да, это классика И причем я просто хочу сразу сказать Что этот мем Он у нас с Никитой родился еще Когда мы просто в институте вместе учились И он не сговариваясь То есть мы просто Мы каждый его использовали И мы сразу понимали друг друга Потому что, ну, вот Это реально Это происходило у всех в школе Я бы сказал, это нативный мем такой Школьный нативный мем Да, просто, видимо, Антон Владимирович Он либо не учился в школе Либо он был той самой умной девочкой Которая максимально знала Про логарифму все И поэтому, как бы, вот, да Ты все знала, да мемы ты не знала, понимаешь? Вот, кстати, да Это то, что Это уравновешивается на весах Когда ты знаешь все в школе Ты просто мемов Не знаешь, ты видосы PewDiePie Не понимаешь автоматически и все Мне просто хочется Вот жалко, мы монтируем Не в After Effects, да, в каком-нибудь Или там не в Final Cut Pro X Я бы хотел, чтобы вот этот Ну, да, или не в Вегасе, не дай бог Я бы хотел, чтобы вот этот комментарий Вырезка с Ютуба именно Она как газета Вот так по центру крутилась И показывалась здесь нашим Уважаемым зрителям Кстати, наш подкаст можно теперь слушать В ВК Это суперновиночка Навулечка, навусечка У нас теперь не только на Ютубе Видео и в iTunes Там в Google подкастах аудио Теперь еще и на ВК есть Нативные подкасты настоящие Заходите туда, слушайте там, если вам удобно Да, кстати, я хотел сказать, что Почему-то многие наши коллеги Ну ладно, многие, я преувеличил Несколько наших коллег Подкастеров Считали, что если вдруг В ВК Будет их подкаст Вдруг выложится там Одним из первых Там у нас же доступ был У многих Типа, давайте побыстрее Выкладывайте Тестите Категорию подкастов Почему-то думали, что если они выложат То они сразу станут богами Возможно Титанами подкастинга Но, к сожалению Ничего это не дает Как мы знаем Ну, я на самом деле Послеживаю все еще за комьюнити И сейчас все пытаются бороться Кстати, те же люди Которые выкладывали первые Они пытаются бороться С злоупотреблениями С перепостами постоянными Когда один и тот же подкаст Каждый день просто перепастивает Он каждый раз в ленту попадает С адаптацией просто там Треков Егора Кридов В подкаст И чтобы все слушали Лучше Егора Летова, я думаю Ну, это хотя бы более достоинно Чем Егор Крид Мне просто сегодня Не сегодня даже А вчера Жена давала послушать Новый трек Егора Кридов С Кирпиевич Я думал, новый трек Егора Летова Ну, как бы ладно К сожалению, не получится Это только во сне, да Ну, короче, в общем Можно теперь слушать нас в подкасте И у нас это мемовое приветствие У нас затянулось Ну, в общем, да Для вновь прибывших У нас так У нас подкаст И мы Сами им управляем Как хотим И вот Сегодня мы захотели 15 минут поговорить Про мемы Ну, понимаешь Суть в том, что у нас Почему начало затянулось Потому что мы сегодня С тобой свеженькие Мы сегодня раньше начали Соответственно Мощнее дадим А, соответственно Какая разница Сколько мы сидим на приветствии Если мы им сейчас Мощнее дадим Согласен? Ну, кстати, да Время без 20.12 По-челябинску Кто нас слушает Давно понимает Что это не то, что детское время Это ясельное время Абсолютно Я прям обосрался Именно Вот пока ты Говорю Настолько ясель Короче, первая тема Смотри Первая тема Скотт Дурова Это важно Это важно Потому что во всей теме Практически во всей теме Не видно картиночек У меня Но тем не менее Я, конечно же Мне друг Показал Как сделать Чтобы видно было Картиночки Поэтому я все посмотрел Так вот Тема Скотт Дурова Вояджеру 1 Уже 41 И он все еще летит Очень классная Такая полуностальгическая Полу Позитивная Полу Не знаю какая Полу В полукетах В общем тема Которая рассказывает Про то, что Тот самый Вояджер 1 Который был В 77 году В 77 году 5 сентября 1977 Смысок Конавирал Стартовала Ракета Титан 3 С зондом Вояджер 1 То есть Соответственно Она там Стартовала Наверное Вояджер В какой-то момент Отстыковался Я не знаю Как это именно У космонавтов Кто космонавт Поправьте В комментариях Да И долетела Хрен знает Уже докуда И причем Все еще Сигнал до нее доходит Суть такая Миссия Была исследовать Юпитер и Сатурн То есть там Попалить Чего кого Пофоткать Видимо Я не знаю Просто не сдохнуть Видимо Хотя бы Юпитер и Сатурн Сторис Это не записать Думая Что там люди сидели Кстати говоря У нас эта тема Еще одной строкой Знаешь Сейчас мы посмотрим Какой одной строкой Так вот Короче Юпитер и Сатурн Да Надо было сфоткать Там не было людей Естественно Это просто машина По сути Которая имеет связь С Землей С НАСА Короче И вот несколько фактов Кот Дурова собрал Потому что там же Далеко не Юпитер и Сатурн Там же следующие миссии пошли Значит Вояджер летит Продолжает лететь И Он между прочим Кстати Надо рассказать Опять же Что он летит С классными темами На борту Например С Золотой Я далеко захожу Но я не совсем По статье двигаюсь Просто Чего помню Классно Сразу рассказываю Так вот Он двигается На борту С золотой Виниловой пластинкой Золотая виниловая Ну то есть С Золотой пластинкой Как бы Как виниловой Чтобы она там Не сдохла С золотой граммпластинкой Давай так назовем Хорошо С золотой граммпластинкой Со шлягерами Там На 50 По-моему Языках В том числе Уже на тех языках Которые умерли На 55 разных языках В том числе Исчезнувших Да Записано приветствие Например на русском Там есть приветствие Это кстати Исчезнувший язык Здравствуйте Приветствую вас Написано там Я кстати не знаю Каким голосом Кто там говорит Интересно Здравствуйте Приветствую вас Чьим голосом там записано Я хотелось бы узнать Должно быть Гагарина Голосом Например Или орган То есть либо этого Либо того Либо того Короче Кроме этого Кроме этого На пластине записано Различная классическая музыка Включающая в себе Моцарта Баха Представители Японии Китая И ритуальное пение Из Новой Гвинеи Которое возможно Подобно пению Людей Каменного Века Когда первобытные люди Только еще начинали Сочинять музыку Короче Суть в том А там есть еще Звуки животных Птиц Это ты про речь Президента Картера Это я про речь Президента Картера Который записал обращение Да Но сейчас я про обращение Расскажу Суть в том что Ну мы понимаем с вами Что действительно Если Эту грампластинку Золотую Прослушают какие-нибудь Бомжи Из космоса Они первым делом Во-первых сдадут на металл На цвет мет Грампластинку А потом уже прослушают И поймут Что в натуре Есть какая-то там Или была Может быть какая-то там Цивилизация Нихрена себе На земле Там были крики Птиц И президент Картер И он записал Реальное обращение Очень классное Этот аппарат Создан в США В стороне С населением 240 миллионов человек Среди 4-миллиардного Населения земли Человечество Все еще разделено На отдельные нации Государства Но страны быстро Идут к единой Земной цивилизации Это подарок От маленького Далекого мира Наши звуки Наша наука Наши изображения Наша музыка Наши мысли И чувства Мы пытаемся Выжить в наше время Чтобы жить и в вашем Мы надеемся Настанет день Когда будут решены Проблемы Перед которыми Мы стоим сегодня И мы присоединяемся К галактической цивилизации Говорит президент Картер На грампластинку Которая летит Вояджер 1 И реально Короче Тут пишут Что Вояджер 1 Через 20 лет Уже прекратит К сожалению Сигналы Подавать Ну просто не сможет Реально очень далеко Но вроде как Говорят что Через 40 тысяч лет Вояджеру 1 Видимо До свидосик будет Потому что Он летит В пустую зону Ну 40 тысяч лет Всего ничего Пролетит Вблизи От звезды AC Плюс 7 9 3 8 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 9 9 9 9 8 12 13 16 16 16 20 16 17 18 18 18 картинки, например. Или он только может единичку-нолик посылать. Насколько он вообще сильно может отвечать? Тут до конца мне не прояснили в статье. Но просто сам факт того, что все еще эта машина может что-то спустя 41 год что-то там посылать, это супер круто. Ну смотри, там написано, что камера уже отключена. По-прежнему работают детекторы космических лучей и заряженных частиц. То есть... Он может сказать, типа, тут частицы это с видоса. Или тут лучи? Ну да, да. Хотя вполне возможно, что сейчас он уже работает, знаешь, как это. На него посылают дерьмо, оно отражается и это просто символ того, что он все еще где-то там летит. Ну, возможно, да. Хотя это все равно вселяет какую-то надежду. Тут еще на картиночках было очень круто, потому что здесь была картиночка, которая... Здесь, естественно, все с телеграфа, все картиночки, поэтому на Коди Дурова не видно их, если вам друг не настроил то, что нужно настроить. Здесь очень круто было, когда приложили фоточку, маленькую точечку Земли, которую снял вот этот Voyager 1. Там супер-супер-супер-супер-супер маленькая точка — это Земля. То есть он там так далеко удален, что прям далеко удален. Что прям вот захватывает дух. Здесь чувак, астроном Карл Саган написал такую вот фразу. Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь, это наш дом, это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысяч самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизации, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая суперзвезда, каждый величайший лидер, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь, на соринке, подвешенной в солнечном луче. Как бы немного вроде приуменьшая наше значение, но и вроде как бы преувеличивая, пишет он, достаточно красиво. Возможно, это какое-то тайное обращение к президенту Картеру, не знаю. Просто на самом деле президент Картер, и в его речи я заметил пару вещей, ну, моего, по крайней мере, интереса, привлекших. Первое, это, получается, в 77-м году было 4 миллиарда населения Земли, а сегодня уже 9 миллиардов. Интересно. Хотя прошло лет, ну, сколько, 40, да? Да, 41. 41 год больше, чем удвоилось население Земли. Надо что-то с этим делать, по-моему. Но те самые клетки, о которых ты знаешь, они делают свое дело. Возможно, начнут делать быстрее. Ну, кстати, да. Особенно, если побольше смотреть на Voyager. Без микроскопа, без какого-то стекла специального. В невооруженном взгляде, так сказать. Да-да-да. Короче говоря, это, конечно, воодушевляет. Это прикольно. Ну, идем к менее воодушевляющей теме. Ну-ка, давай. Тоже одной строкой. Еще одной строкой. Но здесь, в отличие от предыдущей темы, я думаю, мы реально обойдемся одной строкой. Во-первых, просто фактура. Pokemon Go официально вышла в России. Бум-бум. Здесь взрыв должен быть. Знаешь, если бы на Voyager, например, было установлено какое-то ПО, на которое можно было Pokemon Go установить, то как бы ты понимаешь, что вот спустя какое-то время как раз вот долетел он до нас с этим Pokemon Go. До России, так скажем. Пару световых лет практически прошло, пока не вышло. Но здесь давайте напомним, для тех, кто не в курсе, 6 июля 2016 года вышла игра в США, Австралии и Новой Зеландии. И в тот момент все, кто хотели хайпануть, так сказать, немножко, они делали себе американские учетки, накатывали Pokemon Go. Кто-то, по-моему, на андроидах, естественно, обходились более простыми способами, там, АПК накатывали просто и все. А в iOS, да, я тоже ставил там через американский store себе Pokemon Go, и прикольно это было. Но потом, когда вышел там очередной апдейт, и добавили не только дефолтных покемонов, которые там первые 150, если мне память не изменяет, или там 140, забыл уже. И уже как-то стало не так интересно. Хотя, по идее, это прикольно. Это такой первый AR, который реально вот бомбанул, который был на слуху у всех, там, на виду у всех. Все видели этих людей, которые ходят с телефонами по улицам там и ловят там покемонов, которые у кого-то там... У человека в шляпе, который сидит на лавке на газете, были сквиртлы и прочие пиджи. Я помню, там много очень было именно птиц у нас в Челябинске. Ну, типа это голуби, да, то есть пиджи — это пиджин, условно. Или там спэрроу — это вроде как воробей. Вот, там еще, я помню, был мем, что какой-то чувак, он объездил именно всю планету и собрал всех покемонов, потому что там некоторые покемоны, они только там в горах были или где-то еще. То есть нужно было физически доехать до какого-то региона, чтобы каких-то редких покемонов поймать. Я вот смутно уже это все помню. Я на самом деле эту тему хоть и определил себе, но я бы хотел услышать, что ты скажешь по этому поводу, потому что ты как-то более причащенный к этой теме. Хотя я даже не знаю, к какой. Вот сам считай, к какой теме я тебя считаю более причащенным? К Австралии, Новой Зеландии или к горам? Возможно, к птицам на Урале я причащен больше, но на самом деле я тебе так скажу. Короче, я и тогда не поставил, и сейчас не поставил. И я понимаю, в принципе, в чем прикол, но, наверное, Pokemon Go сейчас уже, наверное, уже не так актуален. Поэтому я как-то вот... Тогда хотелось, знаешь, хотелось, но я держался. А сейчас не хочется уже. Ну и уже и не держится, и не хочется. Ну, ты понимаешь. Возраст. Pokemon Go уже не те. Ну, там еще были эти типа джимы, то есть тренажерные залы, которые держали там целые точки. И самое смешное, что у нас в Челябинске все тренажерные залы почти... То есть тренажерные залы, они рандомно генерятся из Google достопримечательностей. И у нас в Челябинске так мало заполнено было Google достопримечательностей, что в основном были заполнены всякие памятные таблички, фонтаны. И вот как бы... Ну, как мы знаем, храмы еще. Ну, храмы-то... Это просто туда люди ходили. Кстати, тоже тот курьезный момент, когда чувака посадили, типа, за то, что он ловил покемонов в храме. Хотя на самом деле там ему... Его посадили не за это. Просто из-за того, что он привлек свое внимание ловли покемонов, увидели, что у него там на канале экстремистское всякое дерьмо, как он там совращает 16-летних девочек. Ну, короче, чувак сам подставился. Я уж не знаю, специально или случайно. Но как бы то ни было, уехал он, я так понимаю, года на два. А, нет, год условно. Какие годы на два? Что-то я кровожадный какой-то. Вот. И вот эти именно спортзалы... Я почему вспомнил сейчас? Просто я-то играл, и Алина играла, я как бы чуть-чуть в теме. Вот эти спортзалы... Вот мы были там, ну там, 8-го, 9-го, 10-го левелов, что-то подобное. А в этих спортзалах там были чуваки 50-х, 40-х уровней. Кто эти люди? Когда они успели так задрочить, я вот даже примерно не понимаю. То есть, ну, серьезно. Там как бы еще кроме спортзалов были точки, где все время выпадывали покеболы. И на прошлой, когда в квартире я жил, там почта была около дома, и там покеболы именно на почте были. И можно было отключить геопозицию, чтобы он по Wi-Fi уловил, и ты пододвигался к почте, будто бы. И можно было брать покеболы, не выходя на улицу, не подходя к почте, а просто, грубо говоря, ну, обузя игру. И у меня как бы никогда не было там проблем с покеболами, потому что вот эта почта была за углом, и как бы я в нее перелетал просто отключением геопозиции. Короче, прикольные были времена, прикольные. Но, повторюсь, как только ввели, это как с покемонами на геймбое. Оригинальные, Red Green, и потом уже FireRed, LeafGreen, они были реально классные. А потом, когда начали вводить вот эти новые поколения покемонов, кусок говна просто превратился, и все. Одной строкой, напоминаю, должно у нас это было быть? Да, одна строка, абсолютно одна строка, такая, ну, хорошая одна строка, знаешь, именно минимизированная произошла. Это смешно, да, 20-мегабайтный CSS в одну строку минимизированный, вот это наша одна строка такая была. Пишите в комментариях, если вы тоже играли в покемонов на геймбое, и вообще, нравилось вам или нет, собирали вы там всех или нет, то есть там, опять же, я не могу просто не вспомнить, мне нравится купаться в этой ностальгии покемонной, прям вот баттерфляем в ней плыть, и мне вот баттерфри, каторпи, вот эти, мне еще нравится плыть. Короче, там были моменты, когда надо было именно, вот влив гриновой версии были уникальные там, я сейчас не могу вспомнить, ну, короче, было несколько покемонов, которые только там есть, причем, ну, типа, знаешь, бульбосавр, то есть вот именно попсовых. Именно классные. Да-да-да, о которых все хотели, естественно, не то, что там оникс какой-нибудь беспонтовый, помнишь, кстати, кто такой оникс? Ну, это какая-то, типа, бабочка, а, нет, это какой-то каменный чувак, да? Да, это супер каменный змей такой большой. Так вот, не то, что оникс, а именно вот связанные с растениями, вот они были вливгрине уникальные. В Fire Ready был условно Чермандер, я точно не помню, но вот что-то такое. И для того, чтобы всех реально собрать, нужно было, ну, вот реально япошкам, которые играли тогда в Game Boy, нужно было подходить друг к другу, по блютусу коннектиться, и именно там были хабы в городах, во внутриигровых городах, где можно было коннектиться друг с другом и обмениваться там покемонами, потому что кто-то из Leaf Grid там продавал или отдавал покемонов, а ему передавали из Fire Red, то есть это реально прикольно было. И уже какая-то такая интерактивность была тогда, хотя это было там, я не знаю, начало двухтысячных, если мне память не изменяет, ну, какие-то такие года, то есть, ну, в общем, мне прям вот этот экспириенс понравился, и я-я-я-то, естественно, на эмуляторе играл, у меня не было Game Boy, там не Game Boy, а оригинального, не Color, который как раз уже потом цветной появился, и в эмуляторе, по-моему, никак нельзя было это сделать, то есть там никак нельзя было спарить два эмулятора, там, симулировать, что у тебя есть невидимый друг, который там тоже пришел в этот хаб, прошел, ну, короче, не знаю, вот напишите в комментариях, кто что имеет сказать по этому поводу, потому что это прям прикольно, мне интересно вообще, насколько наши подписчики в теме всего этого, и вообще, не играете ли в каком-то? Да, ну, мы поймем, когда будет ни одного комментария, что они нажали просто по тайм-коду на следующую тему. Ну, да, тоже, тем более, что следующая темка-то она ого-го. Следующая темка абсолютно ого-го, кстати, она у нас одна из громких. Как устроят великий китайский фаевол, мы ее назвали. Вот как ты считаешь, Сань, и вообще, наши подписчики, хочу тоже, чтобы они в комментариях написали. Вообще, вот какое-либо ограничение со стороны властей, цензурирование, да, интернета, это хорошо или плохо? Вот просто не с хрена тебе такой вопрос. А я, слушай, по Нагиеву хочу тебе ответить, что если власть сильная, то она вообще ничего не должна бояться. Она должна, как бы, соответственно, реагировать на что-то, но реагировать и запрещать что-то, то есть принимать меры по факту, это одно, а делать превентивные меры, то есть чтобы предотвратить что-то, это уже признак слабости, на мой взгляд, и нет, я считаю, не нужно ничего такое ограничивать, это просто смешно. То есть кроме там реально, ну там, может быть, экстремизма, ну вот это вот, ну очевидные вещи, которые там, ну нельзя пойти на улице и нарисовать с вас тонны гаражи. То есть, ну можно, конечно, но это опасно, тебя могут сразу завернуть. Ну то же самое в интернете, то есть я считаю, что те законы, которые действуют в реальной жизни, ну кроме опять же бредовых законов, типа там оскорбления чувств верующих, да, покинчиво, вот, ну то есть, или там кроме вот закона Яровой, из-за которого у нас операторы теперь работают как полное говно, и все дорого и медленно, то есть, вот я считаю, в интернете должны действовать ровно те же самые законы, и, ну, да. Да, вот я тебя понял, я понял твою позицию, я думаю, что многие, многие с тобой согласятся в комментариях, если бы они написали вообще эти комментарии, да, но суть вот в чем, то есть тут опять же тонкая грань, тут можно много спорить какие-то бредовые законы, какие-то бредовые, да, но вот, например, в Китае, в Китае, цензура дошла до сильного, дошла до сильного, мы сейчас посмотрим в статье. До ручки дошла, что ли? Дошла до ручки, абсолютно. Короче, тут чуваки сильно исследовали великий китайский файерол, как мы знаем, что в Китае вообще свой интернет, ну, имеется в виду, это понятно, что это метафорично, но тот интернет, который приходит уже до пользователя, до обычного китайца, стандартного, дефолтного, да, жителя Китая, абсолютно отличается от того интернета, который приходит к нам, например, в России, проект «Золотой щит» был сделан достаточно давно, они, еще когда вот они, я просто почему понял, что насколько у нас отстает вообще вот это фаерволизм в нашем интернете от Китая, это просто охренеть, потому что они начали фаерволить, так скажем, с 94-го года, что-то такое, вот представь себе, они уже в 94-м году, у них интернет с 87-го, начали с 94-го уже законы вводить про кибербезопасность, про, короче, законы об ограничении, там, что можно выкладывать, а что нельзя выкладывать, вот представь, с 94-го года, в 94-м году что у нас было с интернетом? Они хорошо жили, видимо, у них реально это было достаточно распространено, ну только если они реально не гении, и они супер наперед об этом во всем не позаботились, когда еще, ну представляешь, это как сейчас вводить законы о торговле там на тугрики, как бы мы еще даже не знаем, что у нас тугрики будут через 5 лет вместо рублей, хотя подозревают уже некоторые, а уже сейчас это законодательно регулируется, и когда нам сейчас говорят, что мы не сможем иметь больше, чем тысячи тугриков, на человека, просто потому, что вот нет, мы такие скажем, да как бы и похрен, у нас их просто нет, и вот то же самое и там, там начинали, видимо, вводить законы про интернет, и все такие, а что такое интернет? Ну вводят и вводят, нам насрадят, нас никогда не коснется, это чем, у нас вот машины будут летающие через 10 лет, а интернет вряд ли будет, а вот оно как получилось. Ну да, ты правильно говоришь, потому что реально в 94-м там только у единиц был интернет, и потом интернет стал развиваться там, ну практически нашим путем, точнее у нас стал их путем развиваться, в плане того, что, например, доступ в интернет был только в интернет-кафе, ну потому что не каждый себе мог позволить компуктер, связь там и так далее, вот это все, а интернет-кафе были, и они все еще в Китае существуют. Кстати, в Азии почему-то очень распространено, ну не почему-то, надо, наверное, какую-нибудь хоть одну статью прочитать, почему распространено, но скорее всего там очевидные какие-то вещи. Я думаю, от бедности, ну представь, да, скорее всего, да, то, что они и в столовых питаются даже местные жители, банально, потому что, а, ну то есть это дорого иметь свой пропановый баллон, меньше площади и так далее, там вообще, наверное, еще более банально что-нибудь такое. Да, я вот к тому, что, короче, компуктер некуда поставить, есть только кровать, наверное, одна, и ты приходишь в интернет-кафе посидеть в интернетике. Соответственно, короче, у единиц был интернет, и тогда была, знаешь, фраза сказанная, которая все еще сейчас употребляется у них, как бы, является символом вообще вот этого золотого щита, фэрвола китайского. Фраза Дэна Сяопина, а он, между прочим, какой-то там, не какой-то там, а фактически главный идеологический лидер Китая. Если открыть окно, чтобы впустить свежий воздух, через него могут залететь и мухи, сказал он, и спокойненько после этого начали запрещать разные ресурсы. Кстати говоря, по поводу запрещения разных ресурсов. Золотой щит, естественно, супер сильно апгрейдили каждый раз, каждый год, и сейчас 50 тысяч, около 50 тысяч людей, граждан Китая, хотя хрен знает, не только граждан Китая, наверное, занимаются безопасностью вот этим фэрволом конкретно. Представляешь, 50 тысяч. майнблоинг у нас в пятерочках только столько работают. Да, да, да. Представляешь, всех людей из пятерочки сейчас согнать в Роскомнадзор. Вот это нормально, да, было бы? С той же квалификацией, причем. Хотя, я хотел сейчас сказать, что ничего бы не изменилось, но вообще, суть в том, что, короче, суть в том еще, что они там оставили своих раутерах, своего всего, сделали свое железо, в общем, к ним приходит, представишь, один интернет, ну, к всем провайдерам китайским, а из них уходит абсолютно другой интернет. Соответственно, у них, сразу же я переключусь уже к новому интернету, который сейчас у них функционирует, у них сейчас там блочатся айпишники не как у нас, и не только айпишники, и не как у нас просто с сегментом. Знаешь, заблочили, захотели заблочить условно один ресурс на каком-нибудь там, не знаю, захотели заблочить один ресурс на ютубе, там, один видос на ютубе заблочить, заблочили весь гугл, да, условно, все, короче, гугловые. Еще и амазон. Да, еще амазон, там, все вообще, все, короче, заблочили, И Яндекс И короче значит У них конечно там сейчас все красиво Все точечно, но тем не менее все равно там блочат пачками Потому что да просто Почему бы нет Просто потому что могут И значит короче Если ты даже короче Меняешь випеночку У тебя друг настраивает Ты заходишь под випеночкой Firewall знает что випеночка есть Что у тебя зашифрованный трафик знает Все знает и все равно тебе сбрасывается То есть условно говоря Ты просто никуда не доступаешься Там реально какие-то статьи на вики То есть там можно на какие-то статьи на вики заходить На википедии Но на какие-то нельзя Например на цензуру в Китае Вот такая статья на вики На нее нельзя зайти Вот просто супер кастомно могут делать вещи Короче в общем очень сильно глубокий Firewall который реально показывает Только то что хотят показывать Естественно я уж не говорю про то что наверняка все знают Что никакого фейсбука Никакого инстаграма Никакого Наверное даже твиттера Кстати говоря новость Супер горячая новость Твич заблокировали в Китае Прямо на днях Будет супер горячая Во-первых почему Давай отвлечемся Я не знаю я не вникал Я просто видел что твич заблокирован в Китае Ты просто обжегся об эту новость Понял что она супер горячая И как бы Вот так вот Но нет я еще другая горячая Твиттер возвращает алгоритм Ранжирования по хронологии То есть есть возможность полностью отключить Вот это все дерьмо Которое там возможно вы пропустили Вам может понравиться Когда можно отключить? С сегодняшнего дня это произошло Ну это в настройках где-то твиттера Да-да-да Это в настройках твиттера Я попробую обязательно Как предположили патроны В нашем патроновском чатике Значит у них уже все реально очень плохо То есть если они даже настолько заднюю дали То как бы они пытаются угодить Тем остаткам аудитории Которые у них остались Потому что все плохо Ну тут спорно конечно посмотрим В общем как это будет развиваться дальше Кстати для тех кто не знает У нас в патроновском чатике Вообще самый сок Мы об этом позже скажем сегодня Еще но вот уже имейте это в виду Да еще надо учесть Возвращаясь к теме Китая и фаервола Что кроме того что многое заблокировано Еще и в сам интернет можно попасть Только по паспорту Абсолютно не шучу Весь доступ в интернет В том числе в интернет кафе Надо предъявить документы Соответственно все это отслеживается Записывается и передается куда надо Да реально можно получить реальный срок Соответственно за все За репосты За посты За всякое такое Все что запрещено Все будет караться по закону Что еще я хотел сказать Мне очень нравится Знаешь что Мне очень нравится что Здесь есть такой как бы прогноз Что же будет дальше у китайцев И там реально короче Пацаны предполагают Что скоро в Китае Введут или уже вводят То есть Знаешь будет типа Как бы у тебя некий Ну это строительство Антиутопии такое небольшое У тебя будет некий Как же это правильно назвать Рейтинг Тебя То есть Рейтинг твоей благонадежности То есть Ты будешь получать Хорошие баллы За хорошее Действие Да И будешь получать плохие Баллы Ну в смысле минус Точнее будут от тебя Отнимать их То есть условно говоря Я покурил в неположенном месте Тебя спалили С этим А тебя спалили с этим Отняли Рейтинг И Понимаешь У тебя вот этот рейтинг Благонадежности Он будет влиять вообще на все Буквально тебя не примут на работу Если он у тебя низкий На определенную То есть У тебя Не будет каких-то возможностей Вообще Вот как человека в обществе Ты не сможешь Там не знаю Блин Тут даже есть короче Если ты много игр покупаешь Видеоигр То тоже отнимают баллы Вот как бы И все И не сможешь на работу устроить Если у тебя много игр В стим библиотеке Ну не в стим конечно библиотеке Как мы понимаем Потому что Хотя хрен знает Я не знаю что у них со стимом Возможно стим у них как раз все еще есть Ну вот такое примерно Антиутопическое будущее Рисуют нам Пацаны из Канобу Которые написали здесь статью Так У меня Три Три Быстро Таких как бы Дополнения Дополнения Первое Они здесь предлагают Вебсайт Палс Портал Который Проверяет Доступен ли Определенный сайт Из Шанхая Например Канобу Недоступен Потому что Ну у них Из-за ошибки Сертификата У них видимо с сертификатом Какая-то беда По мнению Китая Хотя Мне Safari говорит Что у них все нормально Полный HTTPS Вот Смею успокоить UVDesign.ru открывается Нормально Из Шанхая Статус Окей Возвращается Ну это до этого подкаста Было Во-первых Да Во-вторых Это все конечно же Только благодаря Нашему суперхостингу SmartApe Про него мы тоже Еще попозже Чуть-чуть расскажем Последний комментарий По поводу этого Я понимаю Что уже все задолбались Все такие Да фу Фу Такие фу И с тобой согласились Тоже такие Короче Да действительно Зачем государство блокировать Я просто Ну ты сыграю Такого В плохого полицейского Даже не то чтобы Сильно в плохого Я немного В буддистского полицейского Сыграю Есть такие вообще Буддистские полицейские Вот ты и первый Уже можно снимать фильм Как вот был с Мартином Лоренсом Бриллиантовый полицейский Вот с тобой Буддистский полицейский Ну это такое Тоже в фуражке Но с точечкой на лбу Короче Да С кабурой Но в тоге Короче говоря Значит Буддистский полицейский Говорит что Что Вообще Вот Опять же Я все буду к играм сводить К тем самым К видеоиграм Хотя их много Вроде нельзя покупать В Китае Но просто скажу И смотреть теперь нельзя И смотреть да И смотреть теперь нельзя Да как играют Во много игр Значит Вообще Это про Японию Но Допустим Возьмем что это В принципе К восточным странам Относится К сильным восточным странам В Японии Вот например Когда-то Давно Решили что Хватит делать Игры Чисто для японского рынка Давайте Ориентироваться на Американский рынок Там же бабки Возможно я это говорил В подкасте Просто Ну вот Пока не помню Говори Да Значит Давайте делать На американский рынок Хватит вот это делать Знаешь В стиле японских слэшеров В стиле Дарк Солса Может кто-то знает такую игру В стиле Бладборна Очень сложный Геймплей На зависимые игры Где нужно постоянно Страдать И постоянно Именно Как в Марио То есть у тебя по сути В Марио Нет какого-то Супер сюжета Кинца У тебя есть страдания Небольшие Ну или не страдания То есть просто геймплей Тебе ты кайфуешь От того что стреляешь В Баузер Да Короче Черепах Или в черепах Да Вот То же самое В новых играх То есть в Дарк Соус Там и так далее В каких-то файтингах Слэшерах Короче Просто кайфуешь От геймплея По сути Как ну вот Это природа Японских игр И они такие Да нахрен надо Откажемся Пойдем по японскому По американскому пути Будем делать кинцо Будем делать короче Все в американском стиле Знаешь такие Дефолтно легкие Казуальные игры И именно Когда вот Этот момент настал Короче Они начали делать Такие игры Весь японский рынок Вообще видеоигр Переделываясь На американскую модель Разработки Короче Полностью стали падать Вообще во всем В бабле В цене Не за счет Именно Того что японцы Перестали покупать А за счет того что Американцы перестали покупать Американизированные Японские игры Вот я не шучу абсолютно То есть они такие типа Да нахрен нам в это говно От японцев играть Что это они сделали Короче Нахрена Они сделали как у нас Они любят То есть люди любят Чужую культуру Соответственно И У японцев Свой путь Создание игр Поэтому они делают Такие геймплейные игры Очень Страдательные игры Соответственно И все это любят И все это покупают Все любят Аниме Там да Во всех странах Опять же там И так далее Аниме Манга Тупое говно Тупое говно Вот это все любят Короче Соответственно У них свой путь И я вот так же хочу сказать Про Китай То есть возможно Этот путь Фаерволла И Путь вот этого Закрытого Такого Как бы Это же понимаешь Это еще и сохранение Культуры некое Это же еще и Как бы О культуре То есть они же полностью Получается Ну Не Не приемлют Каких-то других культур А сохраняют свое Хоть и конечно Таким путем странным Но вот это Такой плюс Как бы их Хотя ну Смутно Но тем не менее Да Возможно Это куда-то Приведет Китай К большому Будущему Во-первых Да Тут еще Си Цзиньпина С Винни Пухом Сравнивают Тут вопрос В другом Пес 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 С Китаем Именно пес Хотя пес Скорее Скорее Чем с Китаем Вот Плохо Что у нас К этому Движется Хотя Честно сказать Я вот Смотря как У нас У нас Скорее К Америке Движется Нас Скоро Так же На бутылку Будут вообще За все Сажать Как там И мордой В асфальт И огонь Для поражения Вот Скорее Мне кажется Так Чем в Китае Потому что Если у нас Даже и выделят Денег На все Вот это Оборудование Которое Нужно Чтобы Снифить Трафик Я думаю На один Роутер Только Останется Когда уже К делу Так сказать Перейдет И тот Уже У кого-нибудь Дома Просто Установят И все На даче У кого-нибудь Вот Да Я кстати Еще хотел Во-первых Я Сам понимаешь Не далее Чем 4-5 лет Назад Был тесно Связан С китайской Культурой Вот И я-то Тебе могу Просто Из первых Рук Ну Из вторых Из вторых Рук Тебе сказать А может Из третьих Не знаю А может Из ног Ну ладно Сказать Что они Обходят Это дерьмо То есть Они все Каким-то образом Все-таки Они все Рук лишаются Уже безрухими Культяпами Своими Ну Это просто Вот Ну Много У нас Туда Всяких Соотечественников Ездит И Они в инсте сидят И бомбят В инсту Из оттуда Я дурак Мог Тогда спросить Как Но что-то Меня как-то это мало Интересовало Если честно А теперь я не знаю Как Ну надо гуглить Наверняка Я просто хочу сказать Знаешь Возможно Я понял тебя Знаешь Может быть Просто Они К приезжим Относятся снисходительно Ну типа Ну Бомбишь в инсту Ну что ты там бомбишь Ну то есть Пока ты не бомбишь Военные объекты Ну как бы Ты уже как бы Понимаешь Ты уже Для них не личность Ты уже Понимаешь Ты уже гнилой чувак Тебе не важно Что тебе будут там уже показывать Ну ты это уже все И так Ты уже тебе Значит Не светит никуда Дорога Не к светлому будущему Ты уже и так Ну фу Вот Они как бы Себя наверное Очищают максимально Возможно Коренные-то чуваки Не лазят В инстаграм Хотя Да нет На самом деле Коренные там тоже лазят Потому что их коренные И научили как лазить Я скорее сейчас о том Что технически Значит все равно Возможно все дерьмо обойти И как бы Скорее всего Даже и не мудрено Потому что Ну это вот Мягко говоря Не Эйнштейны Объясняли Как это сделать А просто Обычные там Это Я хотел еще сказать Что Не унтермэнши А уртэнзиньхау Какие-нибудь Должны быть Это просто К вопросу о том Что даже если Наша защита в России Да Вырастет до Китайской Фаервольной Что я не верю Вообще Но допустим Ну допустим Когда-то Да То наш народ Тем более Тем более Научится обходить все это Я просто Знаешь Последнее Что я в эту тему скажу Уже не относительно Китая Я как раз Вот недавно Там был На экскурсии Для экскурсоводов И краеведов И По Челябинской области Да Я только Тогда узнал Что такое Фаервол на самом деле То есть Вообще-то Фаервол Это реальное дерьмо И у нас Чтоб ты понимал В гостинке Гостиный двор Кто не знает В Челябинске Такой крупный магазин В старом здании Находящийся Там кстати Сейчас Вот в том месте Где чешский паб В гостинке Там реально Был пивной склад Раньше И там Внутри Прямо паба Часть Стены Кладки Осталась Именно тех времен Когда из камня Ее еще делали Там начало 20 века Очень прикольно Выглядит Но дело-то не в этом Дело в том Что фаервол Это реально Большой кусок стены Очень толстый То есть вот условно Все стены Из кирпича Там В 60 сантиметров Толщиной А фаервол 2 метра И это специально Разграничивались Части домов Чтобы если вдруг пожар Фаервол Понимаешь да Стена от огня Не распространялся Именно вот Между этой стеной То есть Не получалось Такого пожара Чтобы он 2 метра Кирпича Преодолел То есть Так или иначе Эти Ну были такие стены В архитектуре Это использовалось Для того чтобы Локализовать пожар В какой-то одной части Ну вот какая горит Та уже выгорит Но все остальное Часть здания Уже нет Потому что там Ну может быть Между подъездами Когда-то фаервол Делали такие Может быть Как-то еще Короче Даже вот тот факт Что Вот сейчас Наши панельные дома Да Которые всех бесят Там между подъездами Всегда есть Вот этот стык Ну не всегда В основном Через каждые 2 подъезда Технологический стык Когда 2 ненесущие плиты Между собой И там еще Зазор воздуха Возможно Вот это дерьмо Делается даже Не столько Ради того Чтобы По 2 подъезда Дом разграничить Чтобы там Ну он не цельный был Сколько ради того Чтобы еще Как фаервол Служить Ну я Я-то думал Если честно Не так Не вообще Я-то думал Знаешь Как типа В каких-нибудь замках В средневековье Чуваки поджигали Какие-нибудь там Ветки Я не знаю Или там Составленные бревна Чтобы образовать Горящую стену И чуваки Не могли пройти Но в общем Ты меня немножко Просветил Вот 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 именно Я сам охренел Когда это мне рассказали Вот Но теперь И вы Наши уважаемые подписчики Я же говорил Что у нас подкаст В том числе Про урбанистику Вот Я вам немножечко Про архитектуру Рассказал Неплохо Вообще Так Что у нас дальше Дальше у нас Новость про Челябинск Мы между прочим Не чураемся Рассказывать Как это такой Наш местный колорит В данном случае Новость с тежурного И на самом деле Это новость с тежурного Это тупо Перепост Практически Новости С 74.ru А 74.ru Это наш региональный Челябинский сайт Вот Я даже не знаю Откуда читать Но давай с тежурного Буду читать Что это 74.ru Я и так его Каждое утро читаю Кто там Где кого сбил Где мусор Опять не убрали И так далее Вот Поэтому В общем У нас Как вы знаете Ах откуда вы знаете Рассказываю У нас в Челябинске В 2020 году Намечается Саммиты Шоссе Брикс То есть Приедут все там Президенты Этих всех стран Разных Интересных И не очень В том числе Китая И будут там Заседать Что-то решать По каким-то там Геополитическим Экономическим Вопросом Так вот У нас Причёсывают Так скажем Город Я хочу Именно это слово Использовать Причёсывают Город Перед этими Саммитами И получается Невероятно плохо Цитируя Наших челябинских Урбанистов Потому что Вот например Здесь Мы уже с тобой Обсуждали В рамках Вот этого проекта Модернизации Так скажем Остановок Мы уже с тобой Остановку на улице Косарева Обсуждали Что там Северо-запад Перевели Как норф-вест Хотя северо-запад Это вообще Народное название И северо-запад Не всегда Находится На северо-западе Иногда он Банально на западе Находится Да там То есть там От севера Уже ничего не осталось Вот И там то что Стрит Не так переведено То есть не Косарева стрит Как должно было бы быть По-английски А стрит Косарева Хотя так не говорят Но тут Пошли уже дальше Чуваки Которые Занимаются этим дерьмом Я Просто Честно не понимаю Как так Это смешно Но вот Фотография Остановка Швейная фабрика Причем Здесь написано Стоп-бас Вместо Бас-стоп Ну окей Допустим Безграмотные чуваки Но самое смешное Даже не это Самое смешное Что швейная фабрика Это трамвайная остановка Там даже автобусы Не ходят То есть это Это на проспекте Победы Остановка Там не ходят Автобусы вообще Стоп-бас Трамвай-бас Трамвай-стоп Ну то есть Это смешно Вот То что слово Остановка Лишнее Ну да Наверное Слово Остановка Лишнее Ну тут опять же Этот поликарбонат Из которого все сделано Полукруглый Мы тоже Обсуждали Два пробела Вместо одного Ну кто бы это увидел Но хотя видно Сьюин Естественно Нужно с большой буквы Потому что Ну как бы Это название Остановки С большой буквы Пишется Есть Есть определенные Нюансы Конечно Опять же то что Выравнивание центра И самое Самое тупое Сити Центр И сити Написано Не через си А через с Ну это Серье Это стопудово Это даже не рендер Да? Это не рендер Это ну как бы Я вот охотно верю Что это не рендер Потому что Вот Знаешь Тупее чем Сити Через с Как доллар Тупее только то Что зеленое Написано на зеленом Стоп бас Сьюинг фэктори Написано просто на зеленом Вы как хотите это прочитать Я не очень понимаю Ну да Оно тоже Кажется будто бы рендер Но это реальная фотография То есть Там чувак стоит С пакетом гринфилд Ты же понимаешь Что такого не отрендеришь Согласен Только один Это вот Ну Только на остановке Швейная фабрика Ждет трамвай Короче Маразм крепчал Как говорят старики Это сейчас Тест на возраст Да был Но Вот Вот так вот У нас В Челябинске Тут сразу популярный материал Скейтбордиста Тони Хоука Часто не узнают В бытовых ситуациях Смешно Ладно А у меня Роскомнадзор Раскрыл причины Раскрыл причины Требований к Хабру Об удалении Публикации Комментарий У меня да У меня это первое А про Тони Хоука Второе Кстати у нас опять На тяжурный Про Челябинск Опять там Власти Челябинска Ввели режим Повышенной опасности Из-за мусора Который не убирают Уже неделю Я зашел Кстати я сейчас На эту статью И вижу реально Фоточки Это еще не очень У меня сильнее Блин Как-то надо было Посмачнее сфоткать Не знаю У нас уже Где я сейчас живу Там все пофиксили Почистили Сегодня я проходил Мимо двух помоек Которые ближайшие И там уже Прям круто все Ну как бы Круто это громко сказано Там есть еще Конечно что прибрать Но вот этого До свидоса уже нет Там уже и баки Почищены И перед баками Убраны Ну остатки Какие-то валяются И все В общем опять Челябинск прославился Что называется Ну это как всегда Поэтому в принципе На самом деле Знаешь Мы с тобой Немного здесь По Артемию Лебедеву Как бы Вроде бы Славим в принципе Челябинск Но на недостатки Указываем Потому что как бы Говно Надо говорить где говно А где хорошо Надо говорить где хорошо Ты имеешь ввиду Новая викторина Где Хвали говно Засирай за епок Или Черт наоборот Хвали за епок Засирай говно Да Ну как Для вновь прибывших Расскажем Что если вы Вообще вам нравится Наше творчество Мы здесь 4 года Уже сидим Как минимум Может быть даже уже Там 5 год Какой-то Ну вообще нет 4 То есть 5 год Это если паблик Вы конечно читаете А 4 года Если YouTube канал И мы стараемся Для вас уже Вот 179 выпуск Выходит Уже 200 Ждем И если вдруг Вы хотите Нас каким-то образом Поддержать То уже 2К 18 год Это уже не 94 Когда в Китае Законы принимали Это уже 2К 18 Уже есть Реально цивилизованные Способы Для того Чтобы Нас поддержать И один из них Это Patreon.com Сложащий Вебдизайн Это сервис Патреон В котором вы можете Стать нашим Патроном Нашим покровителем Занести нам денег И получить Награды В числе Наград Всякая классика Типа Бесплатных Стикеров Для вас Возможность Смотреть подкаст Или слушать На Сутки Раньше Возможность Участвовать В обсуждении Темы Это я говорю Про наш Патроновский Чатик Где самый сок И также Есть Возможность Принять участие Вообще В обсуждении Нашего подкаста Казалось бы Это Майндблоинг Это останется Навсегда В аналах Нашего Ютюба В Китае Конечно Вы посмотреть Не сможете Скорее всего Это потом Но Как бы Во всех остальных Частях Возможно Даже в Новой Гвинеи Где записывали Горловое пение Для Voyager 1 Даже там Можно будет Посмотреть Подкаст В котором Вы Обсудите Свою тему Вместе С нами И это Будет Прямо Вообще Круто И в том числе Я рад Проанонсировать Что у нас Обновилась Наша топовая Награда Для самых Больших Заек Теперь Вы можете Заказать Внимание Обзорный Ролик На нашем Канале Как в Старые Добрые Времена Где Там Было Про САС Про Разные Технологии Там Вы можете Просто Пальцем Щелкнуть Так Сказать Пацаны Давайте Про Мурку Хочу И все И придется Нам записать Ролик Про Мурку И да Это тоже Останется На ютюбе Это разовая Награда Может быть Мы Подумаем С Никитой И Это будет Там Раз в квартал Вы сможете Заказывать Такой ролик Посмотрим Это Это все Это все Будет развиваться То есть Мы Обновляем Это Кстати На патреоне Мы уже Почти год И За год Я думаю Можно было Уже обновить Какие-то Награды Знаешь Мне вот Тоже Хочется Вот Когда ты Сказал Про 80 баксов И я увидел Ты говоришь Зайди на патреон Посмотри Я такой Захожу И думаю Блин 80 баксов Можешь мне самому 80 баксов Занести И знаешь Какую-нибудь Очередную Длинную Длинную Лонгрид Статью Скотаку Какую-нибудь Запроса Про World of Warcraft Послушать Знаешь От души Причем По бреду Ты должен На меня Ее поставить Еще Чтобы 80 баксов Потратил Сам же И прочитал Знаешь Как бы Типа На халяву Говна Да Ну слушай И такое Можно будет Сделать Чисто Для того Чтобы спровоцировать Людей Вот А на самом деле Конечно Мы еще и цели Обновили То есть То что я сейчас Перечислял Это были награды Для тех Кто Только о себе Любимым думает Это награды Непосредственно За ваш размер Ставки Но если мы Вспомним Вообще о том Что Здесь Не только Про вас Но и про нас То когда Будет Накапливаться Определенная сумма В месяц То мы будем Разблокировать Очередные Так сказать Цели Которые Вообще Касаются Нашей платформы И В том числе За 300 долларов Мы запишем Набор Приветственных Прощальных Роликов Наконец-то Те Где мы будем На фоне Какой-нибудь Красивой стены Говорить Блин Чуваки Спасибо вам За то Что вы Вообще Есть И будем Вставлять это В конце Каждого подкаста На фоне Китайской стены Если вы Много занесете Это да Это Те Кто по 80 Они могут Еще Заказывать На фоне Какой стены Это все Сделать Вот Кроме этого За 400 долларов Мы запишем Скетч Выпустим Его эксклюзивно Для патронов Может быть Потом Когда-нибудь Когда он уже Протухнет Не только Для патронов На Новый год Или что-то еще Да Я кстати Хочу сказать Только если Кто-то Знает Помнит Или не смотрел Но сейчас Посмотрит Обязательно Стопнет На паузу Поставит Один из Популярных роликов На нашем канале Например Про Макбук И его Удобность Использования Для дизайнера Где в принципе Такая полускетчевая Форма записи Обзорного ролика На макбук Вот что-то такое Можно сделать За 400 баксов Если у нас Накопится стока То мы Что-нибудь придумаем Тем более Что у меня были Идеи Мы можем Что-нибудь придумать Высосить Идеи В загашнике Есть Мы их даже Обсуждали Мы даже Практически Продумывали Декорации Где это Снимать В общем-то Воскресить Это дело Это все Легко Вот За 500 долларов Мы вернем Нашу еженедельную Рубрику Обзорные ролики Про разные Веб-технологии Все еще Как в старые Добрые времена За 600 роликов Будет курс По view Ой роликов Все уже За 600 долларов За 700 Мы начнем писать Эксклюзивные переводы Статей на сайт И за 800 долларов Вернем Серию онлайн стримов Беседовую экраны Она Вообще Нашла Отклик В сердцах Людей Я до сих пор Встречаю людей Которые мне Просто пишут И говорят Причем на улицах Конечно Да Когда около Мусора Коду не убрано Ко мне бабки Просто говорят Блин Санек Вот Одна Отдушина Была Вот Представляешь Сейчас Было Шли Беседовую экраны Как бы Проще Было Воспринимать Вообще Вот Это Пиздец Который Происходит Вокруг Нас Прям Бальзам На душе Было Есть люди Которые все еще Вспоминают Беседовую экраны Как Как То Что Многие Кстати Именно с них Открыли Наш канал То есть Были те Кто пришел Просто с беседой Экрана Потому что Там были громкие Заголовки И действительно Интересное обсуждение Поэтому Patreon.com Слышки вебдизайн Зайдите Ознакомьтесь Если вам сейчас На слух Не все было понятно Ссылки есть в описании Посмотрите Освоитесь Может быть Вы как-то Найдете себя В том числе В этой горе Возможностей У нас Подкастов Opportunity Вот в этой Горе возможностей Кто-то что-то Найдет для себя Это точно А мы Пойдем Все-таки Вернемся к теме Как веб выходил На сушу Да Да Тема Кстати Как развивался Интернет Как развивался Интернет Я просто Ну Там Кастан Я вижу что Кастан Прокомментировал Смотрим как веб Выходил на сушу Короче Тема такая На самом деле Супер простейшая Тема Не хочется даже На ней сидеть Хоть и Кастану Спасибо большое За то что Оставил коммент Конечно Умница Умница большой В общем Оставил Тему такую Просто можете Я кстати быстро скажу Что вообще-то Эту тему До того как еще Кастан предложил Мне в личке В телеграме Скинул Старый друг Поэтому Если он Слушает Или смотрит Что в общем-то Вряд ли Но допустим То привет Да Короче Тема с Вайсером Тупо Проходится По знаковым Событиям Веба Именно веба Хочется сказать Как это было Короче В девяносто первом Например Появился Вообще В принципе Первый Сайтецкий Первый Сайтецкий Который Немножко так Чисто Со ссылочками Немного С Хотя бы Там Линии Были Ньюлайны Хотя бы Были И был Жирный И большой Шрифт Это был Первый Веб-сайт Этого Серна Ну вы поняли Такого Бублика Где там Частицы Крутятся И короче До свидос Происходит И когда-нибудь Взорвется Это дерьмо 640 на 480 Это было 16 цветов Но как бы Брутализм Полнейший Все это смотрелось На World Wide Web Таком Неком Интернет-браузере Который потом Переименовали В Nexus Ну был там HTML Небольшой Тег И все такое Даже тогда Doctype уже был Вот Потом короче К 93-му году Новые браузеры Появились Там же Как вы понимаете Там Там же Netscape Там уже Вот это все Или еще Netscape Не было Я возможно Вру В 93-м Еще не было Не было Не было Да Там уже Табличная Зато была Верстка Первый поисковик Был Там же Немного Можно было Картиночки Даже вставлять И что самое Прикольное Посмотрите Я надеюсь Вас обдаст Кто тоже Дети 90-х Был такой вот Я конечно Его не видел Я имею ввиду Что просто Обдаст вас В любом случае MTV MTV Мтвшники Задали Вообще Тему лендингов Они вот сделали Например Такую хреновину Для Бивиса и Батхита Что вот Премьера 20 декабря И здесь чисто Знаешь Картиночка Бивис и Батхит Это я Бивис или Батхит Хрен его знает Это Батхит Это Батхит Ну и ладно Стоп 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 Батхит это черный А Бивис это желтый Ну вот Короче Он типа В стиле Вот того самого Который типа Предлагает Дядюшка Сэм Вот короче Вот такие Лендухи Уже делали Так что было Классно Я бы сейчас Зашел Под такой Ссылки На самом деле В 94 году Здесь уже Круто Использование Баннеров На сайтах Уже знаешь Много рекламы Стали пихать И даже У Майкрософта Сайт Если вы увидите Сделан так Красиво По новым Технологиям Вот с этого Китайцы И начали Вводить Агроматик 24 год А вот тут И фаервол Подошел Да Короче Ну вот тут В натуре Недскейп И все такое Значит И уже в натуре Короче Куча картинок Китайцы решили Ну нахрен Это делать Короче Не будем мы Смотреть Ваши картинки И баннеры Все Хотя у них Баннеров побольше Чем на сайтах Западных Пацанов В 95 году PHP Ruby Shockwave Технология То есть Flash И интернет Эксплорер 1 Интернет Эксплорер 1 Появился Короче Ну как вы видите Ненамного Больше стало Хотя Динамические Веб страницы Как вы знаете Ну можно там Выгребать Через PHP При помощи PHP Из базы Данных Все такое В общем Красиво Красиво Стало делаться Все Стало все Динамически Классно 96 год Интернет Эксплорер 3 Flash Сейчас он В принципе Практически Так и выглядит Ничего не изменилось Как раз вышел Да Да-да-да Вышел из беты Ну и CSS Естественно Каскадные стили Наконец-то Вместо вот этого Всего дерьма Флэшевого Пацаны поняли Что надо использовать Нормальные стили На страницах И тогда уже Кстати говоря Был интернет Эксплорер 5 В 2000 В 2000 В 2000 Там же И Paypal Появился Интернет Экономика Все такое Бабки Можно было платить Покупать Продавать В общем Круто стало Жизнь Началась И там же Между прочим Разрешение экрана Увеличилось До 2000 До 124 На 768 Хотя большинство все равно сидело на 800 на 600. Internet Explorer 6, кстати, в 2001 году появился. В 2003 году уже и WordPress. И, кстати говоря, WordPress стал суперпрорывом. До свидос, потому что наконец-то стали блоги. Блоги — это прям новая тема 2003 года интернета. Ну и быстро было на WordPress все разворачивать, как обычно. В общем, они были крутые тогда, пацаны. За счет этого, собственно, и выбились от остальных CMS. Что еще? Что еще было в 2003? В 2003 году в 1024 на 768 уже вообще по полной стали переходить на него. Ближе к 2004-му Firefox, MySpace, вот эти все вещи. Firefox, то есть это такой был крутой браузер тогда по тем временам. И, кстати говоря, он достаточно, поэтому и такой как бы разработческий, потому что он достаточно старый. Ну слушай, там вот была новость, что Opera в 94-м вышла. Да, да, Opera была еще раньше, да. Но он не разработческий почему-то по какой-то причине. 2005 год. YouTube. YouTube. Это уже круто. Потом, кстати, в 2006-м его купит Google, быстренько подсуетившись. Хотя тогда уже и Facebook появляется в 2006-м году. И тут как бы понятие 2.0. Такое. Web 2.0 появляется. В 2007-м году, ура, мобильная революция, телефоны, короче, первый iPhone, потому что выходит в 2007-м году. И можно уже с мобилы зайти на сайтецкий и посмотреть, что верстка-то еще не сделана для мобильных телефонов, как вы понимаете. Здесь, кстати, приведен скрин Apple, как выглядел сайт Apple в 2007-м году. Достаточно, ну, похож на то, что сейчас, в принципе. Так же минималистично всем, да. 2008-й год. Google Chrome выходит. HTML5 такое понятие вводится. Хотя мы потом будем этим понятием трясти аж до 2018-го этим понятием HTML5 по сей день. Мы все говорим HTML5, Canvas, все такое, все, что там приходит. Да. В общем, Flash, короче, стал умирать. Flash стал умирать, тем более, что Стив Джобс в какой-то момент скажет, что Flash не нужен. Пацаны, мы у себя, так сказать, Flash не будем использовать вообще. Потом 2009-й год. Социализация изображений. Уже Flickr, который начал своими изображениями. То есть, вот это вот, если кто-то хоть раз был на Flickr, вы увидели какая-то мощная охреновина с фотками. Там можно такое найти, что вам и не снилось, на самом деле, из изображений. 2010-й год. Рождение адаптивного дизайна. Мы, кстати говоря, в 2010-м году практически уже и знали про адаптивный дизайн, возможно. Ну да, в 2011-м, мне кажется. Ну ладно, да, там плюс-минус год, туда-сюда, но адаптивный дизайн достаточно давно уже появился. Восемь лет он, как есть. Если вы все еще не знаете, что это такое, то, пацаны, ну... У меня плохие новости для вас. У вас Powerwall, возможно, вы в Китае были. 2012-й год. Плоский дизайн, Metro UI, все такое. По сей день, на самом деле, плоский дизайн и Metro UI используют и думают, что это тренди. Хотя вот сайт 2012-го года, Apple, уже как бы там все было прикольно и классно. 2014-2018 года, Material, Parallax, типографика. Опять же, по сей день продолжают утверждать, что Parallax это свежо и ново, хотя еще в 2014-м году пацаны двигали анимации. Кстати, вот у нас будет сегодня темка с Илоном Маском связанная, там будет Parallax. И не блевотно, очень прикольно сделан и не тормозит ничего. Ну вот. И здесь несколько примеров разных сайтов, мы, собственно, не будем на них останавливаться. Хотя сайт Apple в 2018-м году полностью черный окрас, Pre-Abrial, так сказать. И уже ничего лишнего, только бизнес. Потому что только один айфон на полную катушку здесь, на главной странице. Вот так, примерно такое развитие веба. Как тебе, Саня? Какие-то есть вот эмоции? Вот именно, палитра эмоций какая? Слушай, были, были. Я вот сейчас вспоминаю. Вот эмоции меня вызвал сайт Apple 2007-го года. Во-первых, верните мой 2007-й. Там, где объемные кнопки, да, вот эти серые? Там, где даже они, да, они серые. Именно, потому что там в 2000-е, кажется, сейчас не соврать, в 2010-м, сейчас я найду. Перед, перед, сайт Apple в 2012-м году, там, где iPad, вот. Там тоже они как бы объемные, тоже серые, но там темно-серые. А я говорю именно про тот вариант, который был в 2007-м году с светло-серыми кнопками. Мне это напоминает, во-первых, macOS тех времен, а я ее видел. Я ее, помнишь, мы видели у Паши на ноутбуке, там, типа Tiger, или какой-то суперстаре, но вот так же выглядело. Вот. Плюс у меня уже тогда был iPod, мини, не Touch. Touch у меня позже появился, просто Touch еще не было в 2007-м, он вышел чуть-чуть позже после iPhone-а. И я пользовался уже тогда iTunes для того, чтобы на iPod закидывать треки, и он так же выглядел. И я прям так, я в те моменты реально много времени проводил в iTunes, потому что, ну, я всегда был типа меломан, не такой, как Ивлеева, конечно, но тоже меломан. И вот у меня это прям, ну, накатывает сейчас воспоминания. Я помню, как я на первом курсе института там подрабатывался с админом, и я ездил с этим iPod'ом в долгих путешествиях и слушал его, и было вообще суперклассно, прям вау. Вот, и, кстати, дальше следующая же картинка про Google Chrome. Я помню, как я вот им пользовался, когда он только вышел. Сейчас-то я им вот не пользуюсь уже, дурак. Вот, я Яндекс.Браузером пользуюсь, потому что он тоже на Хроме, у меня, то есть все расширения на нем тоже работают. Но почему-то Яндекс мне нравится больше, чем Google, поэтому я ничего не могу с собой поделать. Вот, а тогда, когда он только вышел, я реально его использовал, и я его супер всем советовал. Еще тогда одноклассниками, я тогда еще в основном с одноклассниками тусил, дружил. Вот, я его всем советовал, и у всех именно быстрее все работать начинал. Тогда еще Хром не отжирал всю твою оперативную память здесь и сейчас. То есть он реально был. То есть ты был практически тогда законодателем мод Хрома? Я, да, я неофитом был тогда, он прям вот, он только появился, я сразу вот в эту веру вступил, мне нравилось. И тогда же еще, вспомнил, сейчас тоже забавно, был такой сервис, ну не сервис, а, грубо говоря, сайт, тоже отдельный домен был iGoogle. И это, грубо говоря, ты Google Комп мог кастомить под себя. Ты заходишь на Google, а у тебя кроме поисковой строки там всякие виджеты, погода, всякое говно. И вот в Хроме я прям помню, как я ставил iGoogle стартовые страницы, и у самого Хрома тут вот показана вот эта оригинальная цветовая схема, суперсветло-голубая. Вот ее уже тогда можно было почти сразу, мне кажется, менять там на всякие черные и так далее. И это вот эта невиданная кастомизация тогда для браузеров вообще, это было, конечно, что-то с чем-то. Это что-то сродни, когда я менял темки в Windows XP на какие-то там тоже космические красные, там как в Ferrari, чтобы оно все было. Это смешно, конечно. Но ты спросил, нахлынует ли воспоминания, вот на меня просто до хрена нахлынуло. Поэтому как бы вот. Кстати, один из первых сайтов, на котором я лично увидел адаптивность, как сейчас помню, веб-дизайнер Wall. Ну-ка, я, кстати, уже опять же в этом подкасте это обсуждал, вот веб-дизайнер Wall.com. В этом смысле в нашем, не конкретно в этом. И он до сих пор там вот эти, я помнишь, я прямо его показывал тебе где-то году 2012 на парах, и я его сужал. Там был, он другой, там были бежевые такие же полосы, вот. Но он и по сей день адаптивный, как бы это было не странно. Последняя новость была в феврале 17-го. Вот, но вот если сейчас чуть-чуть отмотать, то до 17-го там тоже было типа 3 года перерыва. То есть, ну тут реально он, ну хотя не 3 года. Ну короче, такой сайт, он уже давно потерялся вообще во времени. То есть у них тут уже нету даже рекламодателей, уже все баннеры, просто заглушки advertise here. Потому что, как бы уже, ну не очень. Но это было прям круто. То есть мне, мне нравилось. Это, да, это все к вопросу о воспоминаниях. Надо завязывать. Я хотя бы вот, я теперь тебе встречный вопрос задам. Мои воспоминания, у тебя какие-нибудь воспоминания навеяли или нет? Сейчас будем воспоминаниями покидаться. На самом деле, достаточно до хрена воспоминаний тоже по поводу вот именно тех времен. Причем, знаешь, короче, суть в том, что очень сильно вспоминаются времена, когда, короче, мы еще в универе гоняли, типа, когда у тебя был еще там iPhone Superstar или iPod, там что было, мы, короче, еще играли на, практически на переменах играли в Doodle Jump и вот в этого все. И тогда вспоминаются тоже интерфейсы и, в принципе, они, ну, косвенно относятся к вебу, естественно, но Safari, я просто помню тоже, какие вкладки были и всякое такое, короче, это было прикольно. Вот. Ну и потом в Америке тоже, когда, короче, мы смотрели немного на старую, ну, я просто вспоминаю, опять же, того времени дизайны. Ну, прям вот реально супер история и прям классно, прям классно. Очень хочется иногда, знаешь, попасть в такую атмосферу, где, короче, есть только скивоморфные вот эти все, короче, кнопки Apple-овские и немного пожить в ней, короче. Это точно, мне тоже хочется. Я, кстати, к тысяче сказал про Doodle Jump. Это единственная игра, которая у меня по сей день есть на iPhone. Ну, вот это признак мастерства. Да, хотя я солгал, у меня сейчас еще есть Paper Toss, но это случайность. Doodle Jump я пронес сквозь вообще все 6 лет, сколько у меня айфоны были там, или 6, не знаю, 7, вот. И да, то есть это вот одна из тех игр, мы еще тогда, помнишь, в Fieldrunners играли, в Crips. Это прям не то, это ты, конечно же, нас в хорошеньких превратил, когда сказал, что мы только на переменках играли. На самом деле, конечно, на парах. Ну, понимаешь. В общем, вот, да, как-то так. Надо, видимо, двигаться дальше. Причем это даже и твоя темка была, а следующая моя. Вот, и она про Vue, React, Angular. Ну-ка. Но перед ней я, как обычно, влезу тут со своими, так сказать, пропихну своих чуть-чуть. А в данном случае пропихиваем eubesign.ru slash smart tape. Это бомбический хостинг, наши партнеры постоянные, уже сколько лет они, наши постоянные партнеры? Наверное, с самого основания подкаста они наши постоянные партнеры. Наверное, лет 5-то уже, стоп, мы же еще и до подкаста. Мы-то, конечно, мы-то их с самой бета использовали, когда они только вышли на рынок, у них там чуть ли не просто все бесплатно было, только пользуйтесь. Вот мы были теми самыми, кто все бесплатно, только пользуйтесь. Мы с них один раз уходили Потом на них возвращались Всякие были истории Мы просто вам рекомендуем Там наша реферальная ссылка Мы не будем юлить И как-то Извиваться как глиста Да, здесь наша реферальная ссылка Да, это очередной способ Нас поддержать, если вдруг вы Хотите это сделать И да, это действительно один из самых крутых Российских хостингов, несмотря на Весь хейт, который на него иногда Обрушивается, потому что Да, были какие-то проблемы, да, там 3-4 года назад поддержка Не очень смыслила В некоторых вопросах, но Сейчас это прям продукт Федерального значения, тем более, что Он соответствует всем федеральным законам Потому что дата-центры находятся в Москве То есть вам не потребуется Оправдываться перед Роскомнадзором Почему это вы обрабатываете персональные данные И храните их где-нибудь в Гамбурге Нет никаких гамбургов Только гамбургеры Вот, в том числе SmartApe радует ценами И особенно ценами Если вдруг вы оплачиваете загодя То есть если вы вдруг оплачиваете Там год вперед Там на полгода Или не дай бог на два года вперед То очень большие скидки вы получаете Это один из немногих хостинг-провайдеров Который дает скидки Дает, так скажем, оптовые скидки Реально Я когда смотрел всякие отзывы на хостинг-ниндзи Там одним из самых главных плюсов Все SmartApe-а Все указывали Именно вот эти вот оптовые скидки Потому что обычно от хостинг-провайдеров Не допросишься Каких-то скидок Вот есть 300 рублей в месяц И хоть ты хрен на голове чеши А здесь нет Здесь, если ты оплачиваешь полгода Или год вперед То ты можешь себе Даже на треть Снизить цену в итоге За месяц Поэтому обязательно пробуйте www.evoibdesign.ru Слэш SmartApe Мы просто Мне кажется, лучшая реклама Это то, что мы сами их используем Все это время И реально Ну кто из вас может сказать Что были какие-то проблемы С доступом к JoyCasin Да К www.evoibdesign.ru Всегда вы могли зайти Оставить нам свою темку Зарегистрироваться И что-то еще сделать Поэтому Я считаю, это лучший показатель Вообще Качества Это то, что www.evoibdesign.ru На нем работает Ну ладно Мы все-таки вернемся к темке Темку нам предложил FBI Наш один из наших Постоянных Кстати говоря Да Я просто хотел сказать, что Вдруг, если кто-то нас слушал Подкастов 30, например, назад Ну, наверное, было и позже Но Тогда у нас были рубрики И это, знаешь, вот если воскрешая Рубрикизацию, так скажем То это У нас разработка Да Это у нас рубрика разработка Причем Реально такая Хардкорная ее составляющая Потому что здесь сейчас будут Прям куски кода Может быть, как бы Это, конечно, ошибка Что это куски кода Может быть, нет Но Факт остается фактом Ну давай То есть напряглись Именно Вот так вот Как китаец Да Подужили сейчас И смотрим Если вдруг вы помните То Буквально там Три выпуска назад Мы обсуждали темку Я Ну, типа От Прямая речь Автора Я написал приложение На React Реакции на Vue Одинаковые Вот в чем разница У нее был автор Сунил Сантху Такой чувак Вот Это было на подмедиуме JavaScript In the plain English JavaScript На обычном Английском языке Так вот Автор этой статьи Несмотря на то Что название Это такое Что Я создал то же самое Приложение на React Vue Часть 2 Angular Автор другой Автор уже Сэм Борик В данном случае И он просто написал Что я как-то вот Прочитал статью Санила Сантху И подумал Блин, а я же Angular Почему бы мне Не вклиниться И не написать Такую же Тудушку В том случае Я напомню Тудушки писали Писал Санил Вот И почему бы мне Не написать Тудушку Но только уже На Angular Ну, сказано Сделано Написал Верстка, естественно Точно такая же То есть Ну, там Только логотип Изменился На Angular Вот структура папок Сразу бросается В глаза То, что в Angular В среднем В два раза Больше файлов Чем в React И тем более Во Vue Во Vue Вообще их мало Потому что там Я напомню Что в React JS хранится отдельно В JS CSS В CSS И верстка Ну, то есть Так скажем Шаблон Он тоже в JS Потому что В JS X и просто В Vue Вообще все Во Vue файле Лежит То есть Отдельный Темплейт Отдельно Скрипт И отдельно Style Что касается Angular Здесь наоборот Все раздельно Причем В данном случае Используется Не JavaScript А TypeScript Это Супер Множество Над JavaScript Которое включает В себе Весь JavaScript И еще Добавляет Статическую Типизацию И другие Такие плюшки Именно плюшки Это вот То, что Нужно здесь Использовать Шаблон То есть HTML И CSS Стили Они хранятся В отдельных файлах Соответственно Два компонента Первый Это To-do-item Это маленький Под-компонент И большой Компонент Само To-do Сама Дудушка В данном Случае С Angular Есть еще Гигантский Компонент App В который Включается To-do-ушка А в нее Включается Уже To-do-item Вот Ну и Естественно Всякие Тесты Полифилы Всяк Говнище Отдельно Хранится Короче У Angular Действительно Много файлов Причем Ну кто-то Может сказать Что О чем Много Ну можно Как бы В один Файл Все Убрать Ну там Не в один А в один Модуль Использовалась Стандартная Angular Консольная Утилита Angular CLI Common Line Интерфейс Так же Как и во Vue И в React То есть Использовались Стандартные Утилиты Для генерации Привожения Поэтому Ничего Личного Просто Стандартный Инструментарий Кстати TypeScript Ну если Коротко То мы Можем Просто Специфицировать Тип Параметра Не только Параметра А еще Каких-то Там Короче говоря Тип Любого Объекта Любой Переменной И Просто Банально Сам Компилятор Так скажем TypeScript Компилятор Ругнется Скажет Чувак Это не тот Тип данных То есть Если мы Явно Пишем Item Два и той Часть String То когда Приходит Аргумент Item Цифра Там число То он говорит Что Чувак The argument Is not Type Бла-бла-бла Not To do type Короче говоря Это можно Сделать Как с Вложенными Типами Так И Просто В функциях Сразу Вот Print String В скобочках Аргумент MyString Два и то Часть String Если вызываем Не от строки А от объекта То все Беда Поэтому Ну короче говоря Про TypeScript Я думаю Большинство людей Кто хоть Каким-либо Образом Интересуется Frontend Они Либо в курсе Либо Гуру TypeScript Пишите в комментариях Если вы Гуру TypeScript Вот Вот кстати Сам код Компонента В данном случае Компонент Тудушка То есть Тот который В Эпи То есть Средний компонент Который включает В себя Сам список Это Это Див В котором Есть Имидж То есть Логотип Заголовок Потом ToDo Контейнер В нем Есть ToDo Контент В ToDo Контенте Соответственно Цикл NG For NG Я напоминаю Это Angular Так вот Цикл For В котором Просто Перебирается Массив ToDo Который В классе ToDo Компонент Написан И Все ToDo Айтемы Собственно Перечисляются Как Элементы Списка Ну в данном Случа Здесь нет Семантической Верстки Типа Ул Ли Здесь Дивы Ну неважно И вот Здесь Явным образом Указан Как HTML Тег ToDo Айтем Это тот Компонент Который Уже ToDo Айтем Компонент TS И HTML Они Подключены Уже будут Понисходящий Так сказать Здесь На скриншоте Отдельно Мы видим TypeScript Файл И отдельный HTML Файл Который В TypeScript Мы сначала Импортируем Angular Ядро А потом Тут Душку Импортируем Сам App Вот Кроме Этого Мы в Компонент Пишем Что Есть Ссылка На Template Urls Style Urls И Селектор То есть Тот Селектор Который Класс У Общего Так Сказать Контейнера Которому Применяем Все Дерьмо Открываем Класс ToDo Компонент И У него есть Конструктор У него есть Несколько Свойств Типа ToDo Input Submitted Это Store Компонента Как вы уже Поняли ToDo Это Массив И мы Здесь Видим Что Это Тип Массив Потому что Квадратные Скобочки И в нем Внутри Мы делаем ToDo Clean House ToDo Buy Milk Это ToDo Ну Строковые Короче говоря Тутушки Мы Создаем Здесь Прямо Так В том Часто Есть Input String Это Заготовка Под Тот Input В Который Мы Уже Будем Добавлять Новые Новые Элементы Для Тутушки Есть Submitted Это Просто Логический Флаг NG On Init Delete Item Методы Add Item Should Be Hidden Причем Should Be Hidden Это Большой Такой Большой Такой Метод Который Видимо Вычисляется На ходу Из Нескольких Булианов Потому что Здесь Несколько Булианов Автоматически Проверяется Хоть Один Из Них Какой Нибудь Если False То Значит Нет Короче Говоря Целое Дело И Потом Нам Показывают Что Если Мы Только На самой Тутушки Сконцентрируемся То Ну Как Я Уже Сказал Вот Цикл Который NG For В Том Числе Здесь Есть Большое Количество Атрибутов Типа To Deleted Который Нам Показывает О Как Какие Методы Нужно Спустить На Нижний Компонент Потому Что Здесь Тоже Есть Вот Это Вот Не Каскадность А Связь Между Компонентами Причем Насколько Я понял Я сам С Ангуляром Не Сильно Знаком Если React Я видел Очень Много Туториалов А View Я просто Щупал И Работаю С Ним То Ангуляр Я не Туториал И Несмотря Он Не Щупал Поэтому Мне Достаточно Сложно Ориентироваться Но Тем Не Мене Я Попытаюсь Здесь Для Того Чтобы Добавить В Список Тудушек Элемент Если Мы Метод ADD Item Посмотрим То Он Крайне Прозрачный Мы Просто В Massive Тудус Добавляем С помощью Конкатенации Новый Элемент Из Инпута Инпут Просто Вон Инпут Type Текст Обычный Инпут В котором Мы Через NG Model Это Angular Model Как Нетрудно Догадаться Мы Добавляем Пишем Что Input Input Это Собственно Свойство Объекта ToDo Component То есть Мы Просто Сопоставляем Ну Как Во Вьюшке Как В React Что Вот Это Свойство Смотри На Него И В данном Случа В Ангуляре Есть Двустороннее Тоже Двусторонний Биндинг Если Мы Меняем Его В Инпут Оно Меняется В Story Компонента Если Мы Меняем В Story Компонента Оно Меняется В Инпут Вот По Такой Схеме И Что Касается Form Validation Как Раз То О чем Я Говорил Что Есть Стандартная Биндинг NG Submit Angular Submit Который Триггер Если Кнопка Submit Нажата Или Если Enter Нажат Здесь Не Надо Отдельно Enter Обрабатывать Как То есть Здесь Просто Есть Angular Submit И Мы Какой-то Callback На него Вешаем В данном Случа ADD Item Который Я уже Сказал Очень Простой Просто В Массив Добавляем Элементы Все Вот В том Часто Есть Валидация Если Мы Реально Создаем Форму Через NG Form То есть Ангулярную Форму То Можно Использовать Valid Престин Вот Те Буллистки Флаги О которых Я уже Говорил Для того Чтобы Посмотреть Собмитили ли Форму Ранее Валидно ли По типам Данных И так далее И тому подобное Короче В Angular Из коробки Есть Валидация И Это И плюс И минус Я имею ввиду То что Angular Он реально Большой По сравнению С другими Фреймворками Но В большинстве Случаев Его хватает Для всего То есть Тут Как бы Думайте Сами Что называется Решайте Сами Потому что Во Vue Нету Раутера Встроено Это Все Отдельные Модули Которые Надо Ну Как бы Просто Через NPM Дополнительно Инсталишь Импортишь Там Или Require Смотря Как Пишешь И Все То есть Это Ну Такое Потом Дальше Он нам Показывает To do Item Компонент Это Тот Который Самый Маленький Который Самый Нижний Див Вот И У Него В В Див Пэшечка В И Соответственно В Пэшечке Мы Просто Берем И Тот Item Который К нам Спустился Так Сказать Сверху Мы Его Там Когда В цикле Выводился Вот Мы Его Просто Здесь В Этом В Пэшечке Отображаем И Соответственно У нас Вот Этот Компонент To do Item Компонент У него Уже Есть Input И Output Input Это То Что К нему На вход Подается Из В случае To do Как Объект С Текстом И Как раз Вот Item Это Его То Что Внутри Него То есть Строка Которую Нужно Будет Изобразить И Output Это То Что Мы Будем Отдавать Наверх В Родительский Элемент В Данном Случа В Output У нас Было Как Вы Помните Deleted И Когда Deleted Поднимается Event Из То В Родительском Компоненте Тоже Вызывается Функция Delete Item С Индексом I То есть Ну Чтобы Понимать Какое Удалить Так Вот В To Item Компоненте Как Это Выглядит Как Собака Output И Написано Deleted Двоеточие То есть Ну У него То Название Которое Мы В Родительском Компоненте Написали Так Вот Это Событие Триггернется Ну И Здесь По Клику Соответственно То И Вызовет Поднимание Так Сказать К Родительскому Компоненту И Там Вызовет Вызов Той Функции Простите За Тавтологию Delete Item От I В данном Случае Функция Delete Item Она Также Называется Не Смущайтесь Это Просто Ну Здесь Есть Инкапсуляция В рамках Компонентов Если Функции Одинаково Называются В Дочернем И В Родительском Компоненте То Они Не Будут Совпадать Никак То Есть Можно Можно Так Называть В данном Случае Функция Delete Item Всего Лишь Триггерит То Событие Которое Уже Потом По Цепочке Возвращается Наверх К Родительскому Компоненту А Там Уже Удаляет Именно Этот Элемент Тудушки Из Того Массива Который Непосредственно В Дыхание Перехватило Много Говорил Здесь Уже Как я уже говорил Двусторонний Бинзинг То есть Если мы Что-то Меняем В story У компонента То Сразу же Все Вся Верстка Все HTML Элементы Которые От этого Зависит Они Меняются На ходу Не Надо Никаких Дополнительных Set State И Прочих Реакторских Делать Поэтому Да Ну Кстати Все Что я Сейчас Уже Сказал Про Input Out Вот Оно Пошло В статье Я Это Примерно Понял Как работает Angular И Все Он Я уже Даже Всю статью Умудрился Рассказать Потому что Просто Тупо Крутой Пишите В комментариях Если вы Считаете Что Angular Это Мастер Фреймворк Вообще Какие там Различия Там уже Шестая Версия Насколько Я помню Что они Там вообще Делают Просветите Может Каких-то Тем Предложите На YouVezyn.ru Я не знаю Тут как Разберитесь Как сами Никита Какие Мой Рассказ Сейчас В принципе Эмоции Матешные Достаточно Вот Да Можем Сейчас Использовать Этот мем С чистой Совестью Мы его Теперь Объяснили Поэтому Да Да Достаточно Матешные Вот Если у вас Не матешные То обязательно Напишите Какие у вас Еще Эмоции Возникли Мы Опять же Ты говоришь YouVezyn.ru В натуре На YouVezyn.ru Вот Например Грандик Нам Остановил Оставил нам Комментарий Который С темкой Вместе Который Мы сейчас Рассмотрим Вы также Можете Поэтому Заходите На YouVezyn.ru Оставляйте Свои темы К следующему Подкасту Редизайн Таблицы Менделеева От Лебедева Вот так Просто он Оставляет И Действительно Периодик Точка Артлебедев Точка Ру Здесь Версия 1.0 Написано И написано Что This table Is a work In progress Так что Еще что-то делают Тут чуть-чуть Подделывают Но тем не менее Первая версия Таблица Менделеева Сделана За дизайнер Студией Лебедева Можно сразу Включить русский Язык В ней Таблицы Химических Элементов Да и Менделеева К сожалению На русский Сами по себе Элементы Не переводятся То есть Никто вам Не будет Здесь Делать Эйнштейней По-русски Здесь Все Как надо Если на них кликать То по-русски Пока пишут Да Но если кликать Да Но если кликать По-русски И Кроме этого Здесь Всякие Поясняющие Штуки Наверное Для тех Кто шарит В химии Просто у меня Было В одной Из четвертей Два По химии Поэтому Я здесь В принципе По матеши Достаточно согласен Точка В двойку Преверетилась Я даже Не то что Я не по матеши Я по химии Уже согласен Потому что Ну как бы Вот И здесь Кроме этого Вот еще Опять же Тем кто шарит В химии Можно нажимать На плюсик Какой-то И откроется Короче Школа Вуз Не Минимал Хардкор И можно Короче Что-то Короче Включать И у тебя Что-то там Еще даже Сортируется Как-то круто То есть Есть какая-то Сортировка Кто знает Тут поймет Можно на кабельку Нажать Нажми на кабельку И там тоже Что-то Короче Жизнь Какая-то Можно выбирать И можно на Апдейт Вот этот Нажать Который Стрелочки У меня Что-то Ничего уже Не происходит Я все Понажимал И видимо Джаваскрипт Уже приказал Долго жить Так скажем На моей странице В моем хроме А нет Вот что-то Сработало Тут что-то Окрасилось Короче Достаточно Видимо Полезная Инфа Для того Кто понимает Хотя О полезности О полезности Нам Говорит далее Следующий Комментарий На нашем же сайте То есть Грандику Отвечает В клинице Да Вот здесь Видимо Звуки на минимал Происходят В этой таблице Потому что Мне вообще Ничего не мешает Да Короче Так вот Грандику Напоминаю Что ему Отвечают На нашем же сайте Эпичный Эпичный Рапьёп Пишет Джава Реакт Некий Джава Реакт И говорит Это Прикладывает ролик Ютуб ролик В принципе Можешь не открывать Я скажу А я тоже Посмотрел На самом деле Когда готовился Смотрел Короче Там Сорокаминутный Видос В котором Чувак Который Ведет Какой-то Уютный Каналик На ютубчике Про химию Какие-то Приводят Химические факты Опять же Факты по химии Именно Что Оказывается Что то Что наверстано Там Наделано Короче На студии Студии Лебедева В периодической Системе Менделеева Оказывается И неправда То есть Реально Факты Как будто Перевирают В самой таблице Как будто там Что то не то Там Не те Отдают Электроны Не та Гидроксогруппа Простите за мой Химический Вот И если вы конечно До хрена химик И понимаете Скажите В натуре Вот мне хочется Понять То есть Это Плохие Специалисты Подключались К студии Лебедева К дизайну И К созданию Да Или это Чувак Клевещет На Лебедева И он Что то неправ И недостаточно Компетентен То есть Напишите Обязательно Кто химик До хрена Или кто Хотя бы Употребляет Так сказать Вещества Вот А мы пойдем В принципе Дальше Думаю Ну давай Не то чтобы Пойдем дальше Пойдем дальше А пойдем дальше К твоему мнению О вот этой химической Вообще У тебя как было С химией Саня В школе Ну Давай так Хотя бы Потому что в университете Это никак Неорганическую Я знал на 5 Органическую Уже на 4 Но это как Ветхий завет И новый завет Я на самом деле Жалею Это интересно Особенно После того Как посмотрел Breaking Bad Уже как бы Прям сильно интересно Стало Так И Можно Можно было бы Походить сейчас Вообще Вот я считаю Я глубоко убежден Что Образование Надо получать Лет на 10 Позже Чем Его получают Люди Потому что Вот Ну Какие в 17 лет Институт Какие гидроксогруппы В 17 лет Ну это анекдот Вообще Это насколько Надо себя держать В руках Свои гормоны И свое Вообще все Я бы в 17 лет На завод Принудительно Отправлял Тем как бы Вот Живее В 25 Реально будешь Учиться А кто Ну с другой стороны А если ты Ты представляешь Себя собрал В кулак Так И Че ты будешь 27 Гидроксогруппы Не важно Я просто понимаю Что если бы я сейчас Себя собрал в кулак Я бы в 100 раз Лучше выучился И в 100 раз больше Мне бы это пригодилось Когда я за хлебом пошел Знать Какие гидроксогруппы Да, но сейчас тебе нужно За хлебом ходить На какие-то бабки Тебе уже некуда Так сказать В гидроксогруппы Да, я просто Ну Вот система у нас такая Меня должны 25 лет государство Обеспечивать А в 25 Я уже должен Пойти в институт спокойно Причем на бюджет Естественно Опять же за счет государства А вот потом Уже как бы да Ну то есть Как бы Если не ерничать Реально Образование Вот я просто понимаю Я вот в магистратуре Учился уже Вот в здравом возрасте И мне это доставило Ну я не скажу Что больше удовольствия Потому что Ну как бы там Все равно Компания не та Не было Каких-то там Прикольчиков Приколюшечек Но сам процесс Обучения Мне абсолютно Не меньше Доставил удовольствия А в каких-то там Аспектах И я более осознанно Это прошел Чем это было Там когда было 20 лет Мне например И Ну Есть в этом Какая-то проблема Я не знаю Правда Как ее решить Но Есть Вот Поэтому Я бы очень Тоже хотел узнать Мнение Как бы Ну я понимаю Что там чувак С канала химии Это просто У него реально Там 250 тысяч подписчиков Почти Наверное Он какой-то вес Имеет в комьюнити Но он все равно Скорее всего Именно медийный чувак То есть может быть Он тоже уже От химии Достаточно далек Хотя вот в том ролике Который нам приложили Я по тайм-коду посмотрел Минут 10 наверное Хотя может даже И до конца досмотрел Не помню Там он говорил о том Что там Вот у фтора Там как бы Именно степень того Что он хочет стать ионом Ну там Как это Ковалентная Нековалентная Ну короче он ждет Своего электрона Для того чтобы стать ионом Вот у фтора Она очень большая Он говорит Я поэтому не снял Все еще ролик про фтор Потому что типа С ним супер опасно работать Он типа Да это я тоже Слышал Вот вот То есть он видимо Если бы хоть Чуть-чуть больше Я увлекался Вот у меня когда У меня в подъезде Не закрывают дверь У меня тут практикующие Химики иногда заходят Ну это да Это Я таких тоже видал Неоднократно Я к тому что Может быть Если бы я хоть Чуть-чуть больше Интересовался Химией Я бы весь его 40-минутный ролик Посмотрел И я бы Больше уже Понял Так сказать О его Адекватности И объективности Потому что Ну наверняка Не лишено Смысла То что он говорит Вполне по багам Могли какие-то цифры Там не те быть Если говорить реально О каких-то данных Вот Но он же там Еще и про UX Говорил Он говорил о том Что там Большинство информации Которые вот Именно у Лебедича Там вот Где капелька Огонечек И прочая хрень Она Либо не пригождается Никогда Либо пригождается Очень редко И Именно Ее смотрят Просто в справочниках Она не нужна Именно в виде Таблицы Менделеева Она нужна Скорее просто Как В алфавитном справочнике Чтобы посмотреть А у этого элемента Там сколько Там тех-то И так далее И тому подобное Что он бы Над дефолтным видом Лучше поработал Потому что То ли там Картины Каких-то нет Короче Он На самом деле Я просто уже забыл Я Я это смотрел Еще днем А сейчас уже Полвторого Ночи Я просто Не помню Что он там Еще говорил Но какие-то были Именно адекватные вещи С точки зрения UX Вот Поэтому Вполне возможно Что тут Что-то как бы Лебедич не очень Как-то сработал Но Окей Да Как сработал Опять же Напишут у нас в комментариях Наши химики Вот Те, которые На аватарках В очках сидят Ну ты помнишь Какие Короче Вот Ну Которые К нам На стримы Еще иногда Да я Я понял Да Короче Смотрим Далее Следующую С медиума Статью Кстати Интересно Вот это Мне послушать Я прям Ждал Именно Вот эту Темку Знаешь Хочется каждый Подкаст Выбирать Какую Темку Я у тебя Ждал Вот эту Я ждал А я у тебя Тогда Протоплю Самый Деле Я ждал Потому что Вот эта Темка Ровно Такой же Говнище Вот Ну-ка Кстати Раз уж Мы тут Перед каждой Следующей темкой Что-то говорим Перед этой темкой Скажу Что мы уже Говорили Что можно Оставлять темки У нас на сайте Я просто Еще раз Проговорю YouVipDesign.ru Справа В сайтбаре У нас там Есть тема К ближайшему Подкасту Туда заходите И шлепаете Комментарии И возможно Ваш комментарий Именно шлепнется На голову Всем остальным Подписчикам Уже через неделю Когда мы будем Это обсуждать Там же В сайтбаре Есть ссылки На регу Именно на регу Она у нас Не по инвайтам Она у нас Просто Можно зарегиться Пока Легчайше И оставлять Сразу Свои темки И оставлять Их будет Эти темки Значительно удобнее Так вот Тема у нас Называется так SQL против NoSQL Разница MySQL против MongoDB Вот такой Holy War Уже достаточно Популярный И уже даже Мне кажется Успевший Сойти на нет Стухнуть Чуть-чуть Потому что Кому в 2К18 Интересно сравнивать NoSQL И SQL Уже все Все поняли Уже Мир разделился На динозавров Которые Все сидят На SQL А здесь Видимо На фотографии Как раз Представлены Те самые Прищепки На тех Самых местах Кто все еще Использует SQL решение Ну я так понимаю Если я правильно Понимаю Справа это SQL Потому что Ровненькие Таблички А слева Это NoSQL Потому что В разнообразии Лежат Но как бы В любом случае Там и там Хранятся данные Так вот Статья Максимально Очевидная Несмотря на то Что я ей поставил 50 хлопочков Просто Ну знаешь Когда Красиво Прочитают Пушкина Это же тоже Достойно Ну Какого-то Внимания Так же и здесь Нам красиво Сказали очевидные вещи Которые мы и так знали Я поэтому Вам их красиво Просто сейчас Еще раз Проговорю Есть у нас SQL базы данных И NoSQL SQL Это у нас Расшифровывается Как Structured Query Language Или Query Я не помню точно Как это читается Структурированный язык Запросов Короче говоря Это Общий язык Который используется Во всех Базах данных SQL Они все Реляционные То есть Они В основе Своей Используют Таблицы И Да Одно Из главных Различий Это То Что все SQL базы данных Используют Единые SQL Из их запросов Это удобно Ты Как бы В общем-то У них Есть Немножечко Разница В имплементациях То есть Алиасы Чуть по-разному Работают В MySQL И в Postgre Например Про MSSQL Точно не знаю Но У них У всех Есть Определенные Различия Ну Например Если Говорить О Плюсах Нового SQL Решения Одним из плюсов является горизонтальная Масштабируемость То есть Не только вертикальная Когда ты у одного Компьютера Увеличиваешь Количество Оперативки И внешней памяти А горизонтальная Когда ты можешь Распределять Базу данных На несколько Узлов В том числе Территориально Разрозненных По По стране Или по миру Для того Чтобы Была Доступность Со всех точек Одинаково Хорошая Так вот MySQL Он Можно его Горизонтально Масштабировать Он уже Достаточно К этому Приспособлен И в общем-то Он реально Крутой То есть Как бы Мы про него Плохо Не говорили Он реально Неплох Так вот Но Стандартная SQL База данных Они не очень Плохо Горизонтально Масштабируются И Да Это конечно Проблема Ну так вот NoSQL База данных Они все По-разному Немножечко Сохранят данные То есть У них нету Такой унификации Или унифицированной Языка запросов Как SQL Они все Хранят их По-разному Кто-то В колонках Кто-то В документах Кто-то В графах Кто-то Просто Как Ки-вэлью Стор То есть Ну как MongoDB Например Набор Значений Набор Ключей Значений Вот Ну и Соответственно Синтаксис Меняется От базы Данных К базе Данных У каждого документа Своя уникальная Структура И Ну да Очевидный Самый плюс Это Skimalist Дизайн То есть Мы можем Без Какой-то Структуры Изначальной Все Эти Базы Данных Ну Все Не Таблицы Короче Все данные Хранить Без Изначальной Структуры То есть Если Мы Ну То есть Я Люблю Кстати Приводить Пример На Форск Вере Почему Потому что Ну реально Во-первых Форск Вер Использует MongoDB У себя Там На Бэкэнде Так Сказать На Базах Данных И Почему Использую Я Приговорю Про Форск Вот Есть У нас Точки Да Условные Ну то есть Кто не знает Форск Это такой Сервис Я не знаю Существует Он еще Или нет Но Вроде Существует Мне кажется Если бы он Схлопнулся То это Каким-то Образом До нас Былетело Как Темка И мы бы Это даже И обсудили Просто Потому что Форск Это Примерно Из тех Времен Когда мы Только На перемен Когда Джамп Играли Так Вот Форск Причем В случае С Форск Точки Могут Создавать Сами Люди То есть Это не как В гугле Только Памятники Создали Таблички И хватит Вот Нет Там Люди Сами Могут Создавать Точки От этого Конечно Там Есть Куча Точек Типа Квартира Кисы И прочие Там У Мурзика В Бирлоге И прочие Популярные места Да И прочие Самые популярные Челябинские места Так вот Но Да Там Люди Могут Сами Создавать Снановиться Мэром И какие-то Метаданные Вводить К чему Я Это К тому Что Форск Квей Когда Ты Создаешь Точку Нету Точной Структуры Потому Что Сегодня Есть Метаданные По Там Количество Я не знаю Там Вместимость Людей Завтра Добавили Новые Метаданные Там Цвет Стены Я Не знаю Я Из башки Беру Абсолютный Бред Вот И Форск Ну То есть Использование Новых Сквей Решений Позволяет Просто На Уровне Приложения Докидывать Данные В Эти Документы И Если В Одном Документе Будет Указан Цвет Стены А В Другом Не Будет То Нам Не Нужно Хранить Кучу Пустых Данных Типа Что Цвет Стены Отсутствует Мы Просто Даже Упоминание Об Этим Не Храним И У Всех Документов Возможно Разная Структура Для Таких Меняющихся И Нестабильных Систем Как Форск Вер Это Реально Выход Это Круто Потому Что Ты Можешь Не Запариваясь О Изменениях Каких-то В данных Проектировать Свои Приложения И Тебе Не Нужно Было Переписывать Какую-то Реинициализацию Всех Мест Чтобы У Мест Добавить Пустое Поле Цвет Стен Чтобы Оно Там Заполнялось Постепенно Поэтому Да Это Это Тоже Из Очевидных Каких-то Различий Про Масштабируемость Я уже Сказал То есть Для SQL Баз Данных Характерно Вертикальное Масштабирование Когда Мы Одну Большую Тачку Делаем Супер Мощный А Для Новый SQL Горизонтальная Когда Мы Создаем Много Узлов И В том Числе Например Вконтакте Был Наверное Одним Из Первых Кто В России Это Сделали И Наблюдалось Это Очень Просто В Москве Лайкнули А во Владивостоке Лайки Еще Не Появились Как Мы Все Время Любили Говорить Не До Скейли Как Раз От Английского Скейли Билити Масштабируемость Не То Чтобы Мы Пытались Это Сделать Из Москвы В Владивосток Но Даже Из Москвы До Челябинска Не Сразу Доходило Когда ВК Переходил На Новую Сквейл Базы Данных Не Знаю Сразу Они У Них Были Или Они Переходили В Последствии Но Это Реально Видно Было Даже Комментарии Не Сразу Появлялись Потому Что Синхронизация Между Узлами Ее Порой Не Но Она Естественно Есть Потому Потому Что Там Есть Специальные Инстансы Которые Только Маршрутизируют И Они Как Раз Следят За Тем Чтобы Синхронизация Тоже Про Структуру Я Уже Сказал И Соответственно Ну Здесь Вот Просто Они Предлагают Сравнить MySQL MongoDB Уже На Личности Перешли Уже Не В Общем Сравнивают Два Массива Баз Данных А Конкретно Эти Две С Взрослость То есть Это Очень Устоявшаяся База Данных Уже Гигантская Комьюнити Все Тестировано И Она Стабильная Второе Это Мультиплатформенность Доступность Она Доступна На Любых Платформах В том Числе Солярис Даже На Маках Линукс Виндовс Само Собой И Она И И Кучу Драйверов На Всех Языках Там От Node.js До Perla Python PHP Не Только На Чистом SQL Можно Писать Уже Давно Есть API Для Всех Языков Даже Для C++ Вот Она Бесплатная Поэтому Естественно Это Очень Дешево Она Реплицируется На Несколько Узлов То Можно Нагрузку Распределить И Она Шардится То Есть Именно MySQL Можно Горизонтально Масштабировать Это Круто То Вообще Вот Выглядит Как Ultimate Решение Какое-то Ну Только Если Не Вот Структурность Которая Присуща Всем Реляционным Базам Данных Теперь MongoDB Динамическая Схема То О чем Я Говорил Можно Чтобы Все Объекты Имели Разную Схему Понятно Что Если Говорить О Реальности То Почти Всегда Используются Какие-то Классы Надстройки Там Или Библиотеки Типа Mongoose Для Node.js В Котором Ты все Равно Явно Жестко Указываешь Схему В Самом Джаваскрипте Для того Чтобы Ты на Уровне Приложения Не налажал И не Не натупил Но Неважно Ты ее Можешь Там указать А все Равно У тех Объектов У которых Нету Данных По Этому Конкретному Полю Просто Оно Даже Не будет Создаваться Поэтому Это Такое Сохраняется Динамичность Схемы Данных Масштабируемость Я уже Сказал Горизонтальная Менеджибилити Здесь В MongoDB Указывают Как плюс То Что Не так То Сильно Нужен Администратор Базы Данных Который Будет За этим Всем Следить Распределять Нагрузки Она Довольно Простая Типа Типа В использовании Я бы Так Не Сказал Для Того Чтобы Хорошо Оптимизировать Все равно Нужно Потратить Какое-то Время И силы Но Допустим Скорость Мало Кто Понимает Но MongoDB Реально На Простых Чтениях Особенно Проиндексированных Она В разы Быстрее Чем С Коэль Базы Данных Да С записью Там Есть Проблемы Определенно Не Проблемы Да На записи Она Намного Медленнее Чем На чтении Но Если Мы Говорим О чтении А Фор Ну и Флексибилити Гибкость Что Она Естественно Можно Добавлять Новые Колонки Поля Бла 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 То есть И все То есть Ты такое Должен сказать Что в конце Там нам Скажут Что использовать А нихрена Здесь нам Просто говорят Вот Думайте Сами Решайте Сами Зависит От вашего Бизнеса Бла 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 Кстати Мы Если Что Там Это Блог Компании Xplenty Которая Консультации Проводят Если Что Мы Вас Проконсультируем Что Вам Лучше Подойдет Все Конец История То есть Как-то Тема Быстро Очень Загнулась Но Несмотря На это Я И поставил 50 хлопочков Потому что Повторюсь Они просто Нам В очередной Раз Красиво Рассказали То что Мы все И так Знали Ну Я тогда У тебя Спрошу Смотри То есть В принципе Вот так Если тебя Слушать Тебя послушаешь Знаешь То Новые SQL решения Рулят До свидос А есть Ли Вот Какие-то Проекты Ну Не В смысле Какие-то А вот Какого Типа Проекты Все-таки Лучше На Именно SQL решениях Делать Ну Какие-то Во-первых В новых SQL решениях Нет AC транзакций То есть Нельзя Сделать Так Что Пока Ты Доступаешься К Определенным Данам К ним На уровне Базы Данных Никто Не Может Доступ Получить То есть Это Это Очень актуально В банковских Решениях Если Ты Переводишь Какие-то Деньги Со Счета Никто Не Может Возникнуть Какой-то Более Быстрый Чувак Который Переведет Такие Жи Деньги С Этого Счета Быстрее И Этот Запрос Тоже Закончится И Будет Провал То есть Здесь Есть Блокировка На Уровне Транзакции И В SQL решениях Это Естественно Киллер Фич Одна Из Понятно Что В SQL решениях Можно На Уровне Приложения Это Запрограммировать То есть Поставить Флаг Что Это Редактируется В MongoDB Есть Атомарные Операции Хотя Они Транзакции Ввели Начиная С версии Типа 3.6 Или 3.8 Уже Даже Эта Проблема Решена Ну Там Надо Это По Определенному Писать Но Тем Не Менее Вот Ну И Кроме Этого Сложные Запросы Которые Включают В себя Там Порядка Пяти Там Шести Джоинов Из Разных Таблиц Они В SQL Все Ровно Будут Значительно Быстрее Потому Что Не Нужно Будет Перебирать Кучу Данных Даже Если Не Проиндексировано Можно Будет Просто Сразу Запросить Много Из Многих Для Очень Сложных Ридов SQL Решения Могут Очень Сильные Фичи Которые Позволяют Просто Космической Сложности Писать Запросы И они Будут По-прежнему Быстрые Хлесткие Четкие Но Как бы Да То есть Вот Именно Эти Две Причины Они Превалируют В Лексиконе Тех Кто Все Еще Выбирает SQL Ну И Как бы Опять же Это Звесит От Команды Вот У тебя Умеет Команда С SQL Прям Круто Работать А вот Им Принеси MongoDB И они Пока На нем Научатся Год У тебя Уже Столько Ты Денег Потеряешь На этом Что Десять Раз Задумаешься Переходить На NoSQL То есть Это Это Все От Настолько От Многих Факторов Зависит Что Я Даже Вот Ну То Не То Что Меня Послушай Надо Новый SQL А Вот Меня Послушай Я Новый SQL Везде Старался Использовать Хотя Опять же Я Когда Вот Один Из Последних Проектов Тодел Который Долгий Для Поликлиники Я Бывал Там На Форумах На Разных В том Часе В Телеграм Чатиках По MongoDB И мне Чуваки Банально Говорили Даже А Типа Какое У тебя Железо Ну Я Говорил Там Такая Это Виртуализация Такие То Диски И Они Все Хором Отвечали Что Ну Не Хором А Там Несколько Человек Мне Сказали Что Там MongoDB Плохо Работает Под Виртуализацией Например Хотя Ну На Практике Работала Она Нормальная И Никаких Особых Я Не Нашел Упоминаний От Разработчиков Что Действительно Плохо Работает Вот Но Тем Не Не Там С С С Дишками Она Немножечко Так Работает Что Понимал У MongoDB Есть Два Движка Именно Как Как Хранятся Данные Wild Tiger Который Дефолтный И Еще Один Я Уже Забыл Какой И В Зависимости От Них Тоже По Разному Нагрузка На Железо Идет Там На Самом Деле Когда Уже Речь Идет О Хайлоде Там Очень До Хрена Делов И Поэтому Ведь Это Все It Depends Что Называется Зависит От Большого Количества Факторов И Этот Выбор Его Надо Не На Завалинки Делать Если Ты Реально Нацеливаешься На Какой Супер Хайлод Бизнес То Это Нужно Консультироваться Возможно С Эксплент Я Не Знаю Наверное Есть Кто Кто С Брать Для Себя Базу Данных А Потом Не Обосраться Когда Будешь На Этапе Имплементации Причем Если Ты Обосрешься С новой Сквей Решением То Твое Говно Будет Скейлиться Ты Уже Не Будешь Хотеть Оно Все Равно Будет Горизонтально Скейлиться Только Тряпки Успевай Подносить Да Следующая Тема Следующая Тема Про Apple И Долгие Айфоны Топ За Свои Деньги У нас Такая Тема В слайке И Тема Это Достаточно Простая На самом Деле Как Три Рубля Я бы Сказал Как 130 Тысяч За Новый Айфон Короче Тема О том Что Оказывается Если Кто-то Не Уловил На 80 Минуте Презентации Новых Айфон Вот Тех Самых Которые В сентябре У нас Сейчас Прошли Вице-президент Лиза Джексон По Социальным Инициативам Сказала Такую Вещь Что Теперь Как Как Здесь Правильно Как Она Сейчас Она Похвасталась Тем Что Компания Перешла Полностью На Возобновляемую Энергию И теперь Ставит Перед собой Новые Приоритеты Конкретно Какие новые Приоритеты Новые Приоритеты Что Помимо Полного Перехода На Переработанные Материалы Бла-бла-бла Энергию 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 Проектировать Устройства Исходя Из Принципа Что Их Жизненный Цикл Должен Быть Максимально Долгим Говорит Лиза Джексон И В натуре Короче Говорят Типа Все Если вы Вспомните Что 5С 5С Все еще Вот кто Пользуется Эпл Устройствами Все еще Держит Новые Оси То есть Вот выходит Иос 12 уже вышла, простите. И на 5S-ку она встает. Ну, там, как встает, это другой вопрос, и как используется, и как стоит. Но по факту можно, по факту можно. Ну, мы знаем, там, функции урезаются, все такое, но iOS 12 на 5S-ке работает. Соответственно, что нам это все, о чем нам это все говорит? Это нам все о том, говорит, что теперь, вот в принципе, покупаешь девайс, и он живет, и живет, и живет, и живет, и ты купил, и долгое время бабки не тратишь. Соответственно, такое заявление, казалось бы, должно повредить вообще, в принципе, ценообразованию и всему, я не знаю, вообще, Apple'у должно повредить, потому что нихрена себе. Ну, все. То есть, смысл тебе покупать трубки, да, если они долго живут новые? Это же главная фича была, Apple'а зарабатывать на новых девайсах. Значит, этим... Хотя, когда Jobs, ну, все это начинал, главная фича Apple'а была зарабатывать все-таки на контенте. Ну, да, да. Акьюз-магазин появился, App Store и так далее. То есть... Ну, да, и понятно, что там в натуре в App Store такие же тоже бабки крутятся, что мама не корюй, как говорится. Короче, так суть не в этом. Суть в том, что, короче, ну, заявили. То есть, все, что, зачем я новые девайсы буду покупать? Так раньше бы просто, знаешь, типа, так, все, новая iOS только на топовых девайсах используется. Но нет же, поддерживают старое дерьмо. И это, значит, к чему ведет нас? Тут в статье пишут. Я просто... У меня есть свое мнение, но я, например, что в статье прочитаю? В статье говорят, что вот, типа, в натуре сейчас же, как бы, все апгрейды, то есть, все новые-новые девайсы, особо ничего не меняется. То есть, там, ну, железо пофиксили, улучшили, камеру покручь, проц и так далее. Но по факту такого тика огромного не происходит. Только токи. Вот. И, значит, тем более смартфоны стали надежными, как здесь написано. То есть, реально, чтобы сейчас угробить свой новый айфон, надо еще постараться сильно. То есть, если ты нормальный, адекватный чувак, у тебя, ну, не случается такого, что прям вот реально ты там забиваешь гвозди айфоном, то он у тебя достаточно долго продержится. Если ты с ключами вместе не носишь телефон в одном кармане, то все будет хорошо. Значит, что еще? Так тем более он там водонепроницаемый, пыль не попадает. В общем, уже, короче, до свидос. То есть, уже не убить. Тем более, что многие телефоны живут несколько жизней. То есть, имеется в виду, телефоны продаются там на условном Авито, и другие пацаны их используют. И я все к чему? Я все к тому, что в статье написано про то, что теперь компания настроена на долгоиграющую пластинку, потому что сами по себе никакого нового скачка они не предоставляют. Соответственно, бабки будут зарабатываться, видимо, за счет аксессуаров, за счет, короче, приложений, за счет Apple Pay, Apple Music, iCloud. Вот на этом на всем. То есть, в натуре на контенте. Да, вот iCloud, iCloud, да, то есть, раньше не так чувствовалась нехватка вот этих 5 гигабайт дефолтных, а сейчас прям вот чувствуется, хотя казалось бы. Я просто охреневший, у меня три айфона и два айпада на одной учетке, и все делают резервное копирование. Но, как бы, тем не менее, хотелось бы все-таки больше. Да, а у меня, знаешь, еще есть одна версия, она немного, ты знаешь, по теории загоров, как будто я Keanu Reeves, но, короче, у меня такая тема, вот, представляешь, насколько это красивый маркетинговый ход, да, сказать, что, чуваки, все, теперь, теперь, девайсы у нас живут сто лет, вы это сами видите, по 5S, которая все еще 12-ую ось держит. А потом, значит, перед этим, за ночь до этого, ну ладно, не за ночь до этого, за год до этого, за 3 месяца до этого, когда начали готовиться к презентации полностью. Знаешь, как в университете, сели за ночь до этого, подготовиться, у них завтра презентация, они такие, давай, PowerPoint открывай, короче, так, что у тебя на майке нет PowerPoint, что ли, давай. И, короче, Лиза Джексон такая, так-так-так-так-так-так-так, ну-ка, отдайте-ка мне стату, как вообще живут чуваки со старыми девайсами, а конкретно с теми, которые не будут поддерживать iOS 12. Это все еще моя версия, напоминаю, идет, все еще. Теория Загоров, Keanu Reeves. Так-так-так-так. Значит, ну-ка дайте-ка мне стату, как они живут. И, короче, ей дают, и оказывается, что на старых девайсах чуваки очень сильно живут так, что, короче, они уже ничего не могут сделать, никуда выбраться, короче, ничего не меняют телефоны, и по статистике, условно, чуваки, которые живут на 4С, они будут еще жить на этой 4С, там, 100 лет, короче. Им уже вообще ничего, им, короче, даже если у них, не знаю, им мама родная скажет, поменяй ты телефон и даст денег, они не поменяют. Ну, вот условно. Было так вот, случайно вот такое. И, короче, но они смотрят дальше на аудиторию людей, которые меняют телефоны, смотрят на них, такие видят, видят людей с шестерками, с семерками, с восьмерками, видят, что люди в натуре меняют девайсы, те, которые меняют, те, которые на новых девайсах, которые iOS 12 крепко, хорошо держат, они периодически меняют айфоны. А те, которые старички, они никогда не меняют айфоны. И вот тем самым заявлением, что теперь долго живут телефоны, они делают так. Те чуваки, которые меняют телефоны, они и так будут менять телефоны, им просто нравится менять телефоны. У них есть бабки, короче, у них есть возможность, у них есть желание. Но те чуваки, которые никогда не меняли телефоны, и сидят на 5 и меньше айфонах, да, где iOS 12 не поддерживается, они задумаются, они такие, твою мать, а вот в натуре же реально. Вот я же сейчас куплю новый телефон, да, из новой линейки, ну, где iOS 12 сидит. Чуть-чуть потерпеть, купить другой. Чуть-чуть куплю, и все, и потом много будет. Потом все, потом буду жить. И, соответственно, они не тех не обрезают, потому что они и так уже, ну, заинтересованы покупать новые телефоны. А тех, наоборот, подталкивают к тому, чтобы купить телефоны, которые будут держать. Они потом их снова конвертируют, они потом еще что-нибудь придумают. Но те сейчас купят что-нибудь, какую-нибудь семерку свою накопят, короче, что-нибудь еще там, еле-еле 6S купят. Но, тем не менее, у них типа телефон будет жить дольше. Вот у меня такая теория Загорова. Как тебе? Ну, блин, звучит крайне правдоподобно. Прям вот я даже... Я просто почему? Я по своему, понимаешь, ощущению. Я прочитал статью, вот чуваки не рыли. Прочитал статью, такой думаю, а слушай, вот может в натуре, а может, может, может купить. Вот, да. Я просто, как человек, у которого все еще поддерживается iOS 12, и как человек, который сейчас в ближайшее время точно еще ничего не купит, я успокоился от этой статьи, что, а, так это скорее всего еще... Причем, с учетом того, что iOS 12 на шестерке реально быстрее, чем iOS 11 работает, в разы. То есть, ну, в два раза, как минимум. я прям даже и рад. То есть, я, с учетом того, что я все равно на телефоне, как раз недавно перешел на новый Билайновский тариф, я тебе не рассказывал, вот расскажу в эфире, который все мое 3, ну, короче говоря, он стоит, типа, 900 рублей в месяц, и там 2100 минут, там 15 гигов и там 300 смс или что-то такое. Вот. И я, мне кажется, уже вот как раз кроме минут и там интернета... Алло, да. Слышно меня? Танька. Что такое? Алло. Алло, алло, да, ты какой-то сильными помехами стал? Ага. А сейчас? Алло. А сейчас с сильными? А сейчас с сильными? Вот сейчас что-то лучше, но ты как с сортирой. Все еще и с сортирой. Жопа. Ты и сортирный. Сейчас ты сортирный, юмор максимальный, да? Блин, но я не знаю, что делать. Может быть, я в скринфлоу не сортирный? Ну, надеюсь, но... А что ты сейчас делал? У тебя какие-то как будто звонки такие... Я на самом деле просто наушники переткнул и все. Это наушники тупят, скорее всего. Понятно. Потому что телефон, ну, он как бы лежал рядом. Мне-то похрену. Я согласен на сортирного тебя, так скажем. Но ты, главное, стоп не жми или ты уже нажал? Я ничего не жму. У меня как шло 2.13 часа, так и хреначит. Ну, вот у меня тоже 2.13, поэтому похрен. Ну, если что, будут сортированного меня дослушивать, уже все равно 2.13 было нормального. В общем, к чему я это? Я уже забыл. Короче, к тому, что прикольно, прикольно. Если даже Лиза Джексон решила так еще сконвертировать людей, то, скорее всего, у нее это получится. На самом деле, я вот когда сейчас это прочитал, и сегодня у нас еще в чатике в юридизайнерском была дискуссия, я так захотел свой iPod mini достать с колесом, который. Который поддерживает iOS 12. Да. И крутануть его, и прям как-то прикольно. Там целых 4 гига жесткий диск, причем с возможностью апгрейда, а это, кстати, апгрейд до 8 гигов жесткого диска. Сейчас прийти на полном серьезе в какой-нибудь салон, так сказать, по Apple'у искать. Слушайте, можно апгрейдить? Ну, на Алишке можно купить. На Алишке есть все еще вот эти жесткие диски, причем там реально маленькие жесткие диски. Я даже вот сейчас в прямом эфире гуглану. iPod mini HDD апгрейд. Прям вот такая есть строка в гугле. Вот. И там на полном серьезе есть, во-первых, видосики, как их менять. там на iFixity статьи. И в том числе ёкарные бывают. Какой-то чувак умудрился на 256 гигов жесткий диск туда воткнуть. Нихрена. То есть там ось поддерживает. Там прошла. У него, естественно, не iOS. Там просто прошивка 1.4.1. Вот. И чувак там через адаптер, через какое-то говнище. Он даже гравировочку себе заказал 256 GB сзади. Чтобы прям прикольно было. Короче говоря, а, он SD-карточку туда всунул. Понятно. Он просто через адаптер вместо жесткого диска SD-карточку сделал. Это, кстати, прикольно. Мне даже вот тоже захотелось. Потому что это Ultimate Device. Это реально круто. Там даже игра была. Там, по-моему, змейка была. И там ты колесиком реально змейкой управляешь. И это круто. То есть, ну... Согласен. Согласен. Они еще выглядят стильно так, классно прям. Из той эпохи. Я даже вот на карандаш себе это дело поставлю. И реально, ну, как бы... Почему бы и нет? Я попробую. Попробую что-то с этим сделать. Если не забуду. Кстати, следующая тема опять моя. Ну-ка. Ну-ка, давай. Там причем какая-то лэндосик. Илон Масковский лэндосик. Да, там Илон Масковский лэндосик с параллаксом хорошим, как я уже говорил. Я одной строкой скажу. Не хочу... Хотя нет, ни одной строкой. Надо вопрос будет тебе задать. Ну, давай, да. Коротко, фактурка. Илон Маск в 2023 году отправляет экспедицию на Луну. Угу. Уже все, уже запланировано. Уже все там. БФР, Биг Факен Рокет выстроено для этих делов. И сейчас на данный момент идет подбор пассажиров. Скажу сразу, они не будут прилуняться. Они долетят до Луны, облетят ей и вернутся назад. Все займет их. Так, а в чем... Хорошо, а в чем главный поинт? Просто? Просто? Первое, просто. А второе, ты же понимаешь... Так летали же уже. Так понятно, что летали. Даже прилунялись, если говорить про американцев. А в данном случае они хотят долететь, облететь Луну и вернуться. Суть в том, что это, ну, БФР, Биг Факен Рокет, опять же, она многоразовая. То есть они опять прилуняться, ой, приземляться и смогут обратно на ней лететь. В этом суть еще. Вот. Но это был бы не Илон Маск, если бы это было просто так. Он выбрал чувака, который полетит. Сейчас скажу, как его зовут. Он какой-то... Юсаку Маидзава. Японский предприниматель. И он супер, типа, у него арт-проекты, короче говоря, он именно художник с большой буквы. И Маск хочет, чтобы вот этот Юсаку Маидзава набрал еще кучу художников, которые, вместо того, чтобы накуриваться, полетят на Луну. К ним будут такие приходы, что они, насмотревшись на Луну, на космос, напишут супер вообще произведения. Там, кто сценарий напишет, кто песни, кто картины какие-то напишет прямо в космосе. И типа, он хочет вдохновить кучу реально крутых людей, которые реально хорошие художники. И чтобы они вернулись на Землю, и мы получили, так сказать, ну, нельзя всех отправить на Луну. Поэтому он хочет отправить наиболее визуализирующих, так сказать, людей, чтобы они нам передали свое вдохновение. И типа, у человечества останется след, который вот не был бы, ну, то есть это уникальный экспириенс, посмотреть на космос, посмотреть на Луну, посмотреть на Землю с другой стороны. И он считает, что вот люди, которые способны это как-то дело все превратить там в музыку, в живопись, во что-то еще, они достойны этого. И если они это сделают, то у нас общество, человечество приобретет новых там Ван Гогов и так далее и тому подобное. И, ну, он, Маск просто дарит человечеству вот такие, ну, так скажем, супертворческие проекты, которые в будущем, ну, которые эти люди сделают, что это будет там, кто-то новый жанр музыки придумает, потому что увидит Луну и его так вштырит, что охренеть. И вот Илон Маск это делает ради человечества, ради того, чтобы все. Все. Все, понял. Понял тебя. Смотри, фактура замечательная. Сто миллионов у меня мыслей родилось к этому. Я просто хочу, во-первых, немного уточнить. Сам Илон Маск, естественно, не летит. Правильно? Судя по всему, нет, да. Хорошо, это первое. Второе. Хотелось бы заметить, как бы, от меня, ну, как бы, вы можете со мной не согласиться, дорогие слушатели и зрители, но не всегда, так сказать, гениальные люди с хорошим вестибулярным аппаратом, как мы знаем. Скажем так, возможно, те, которых отберут, они, возможно, и не самые творческие люди, как вы понимаете. Потому что, блевануть, вместо того, чтобы нарисовать картину, это, ну, или обосраться, например. Это, ну, такое. Вот. Сам Юсаки Маизава, как я понимаю, достаточно подтянутый и достаточно спортивный чувак. То есть, он, в принципе-то, наверное, может на ракете лететь. Вот. Но остальные, ну, хрен знает. А тем более, вы знаете, люди искусства, многие из них, ну, не так уж и подготовлены к космосу. Я в плане физическом, конечно же, как мы знаем, большие нагрузки, все такое. Вот. Кроме этого, что еще я могу сказать? Надеюсь, что, когда они полетят, они, не знаю, по бреду, не столкнутся с Теслой, которая вылетела с Илоном Маском, потому что, ну, вдруг все по той же программе летит там, как бы. Ну, вот. Что еще? Что еще? В принципе, как пиар-ход и как все, вот как развлечение одно большое, очень классная тема. То есть, круто, что есть такой чувак Илон Маск, а то бы так скучно и жили. То есть, без чувака, который запускает ракеты на халявку с японцами, которые рисуют картины, это прям круто. То есть, реально, прям, это шоу, это шоу, причем, не снятое, а прям реально, в реальной жизни сделано. Ну, вот, вот да. Они, на самом деле, хотят где-то в 2021 году, там, в 2020 году, определиться уже реально с людьми и потом три года их готовить, подкачивать их там, поддрачивать, я не знаю, чтобы они пережили это все дерьмо и были способны как-то еще творить. И самое главное, он потом хочет, когда они все приземлятся и доделают, что начали делать, выставку устроить. Это будет Dia Moon Exhibition. То есть, это будет именно выставка чуваков, которые побывали на Луне, посмотрели на Луну и вот, что они увидели, сделали, вот это все объединить на одной выставке. Короче, это реально крутой пиар-ход. Причем, сейчас только ленивый на самом деле не пинает маска по поводу того, что он банкрот, банкрот, вечер банкрот, что на самом деле все это ни хрена не стоит и что в какой-то момент этот пузырь схлопнется и он там по миру пойдет. Я думаю, что он этими пиар-ходами реально привлекает бабки к себе в SpaceX, потому что, ну окей, увидели, что там он людей отправил, изящный, красивый пиар-ход, но придет к нему бизнес, скажет, так это чувак, может как бы там будем контейнерами что-нибудь возить с Луны там, ну как бы, ну ты понимаешь, да, то есть это и тут-то вот и попереть может у него. У него как бы и так сейчас все уже хорошо, хотя опять же там какие-то проблемы с Теслой, там что-то не доставляется, что-то там не привозится, ну какой-то бред, не знаю, что там, ну что-то в общем происходит, поэтому я думаю, что есть шанс, что сам Илон Маск, то есть я понимаю, что там, наверное, SpaceX, ну не только он держит, и есть чуваки, которые ему могут что-то посоветовать в плане финансовом, сам Илон Маск, я думаю, уже думает только о том, как оставить свой след в истории максимальной, то есть я думаю, что здесь уже, то есть это как примерно с Дуровым, то есть примерно такая же, то есть чувак просто делает то, что хочет. Это точно, я думаю, мнение акционеров его в последнюю очередь интересует, просто потому, что он может, и все. Просто потому, что может, да, реально. Окей, к последней темке в этом подкасте двигаемся, Владимир прокомментировал нам на сайте evobesign.ru хочется напомнить, пишет «Два гис вам на руку». И тема с хабра, реально, «Два гис вам на руку, как мы добавили карту на Apple Watch». Очень в таком казуальном стиле мне понравилось пацаны из команды «Два гиса» пишут у себя в блоге, не стесняясь абсолютно, то есть не то, чтобы, знаешь, таким, знаешь, каким-нибудь очень канцелярским языком, таким, нет, абсолютно, причем пацаны спокойно говорят о своих ошибках, о своих экспериментах, очень круто, короче. Тем более, что «Два гис» это компания, нам очень нравится, мы часто вообще говорим в подкасте, что «Два гиса рулит», пользуйтесь «Два гиса». Это, кстати, не реклама, это реально очень круто. И даже если бы это была реклама, все равно это было бы очень круто, потому что я, например, вот можно отказаться от 100 отдельных приложений, там условно, «Яндекс.Метро», «Яндекс.Карт» и так далее, можно чисто по «Два гиса» ориентироваться в вашей Москве, этой вашей, или в вашем Петербурге. Кстати, ребята из «Два гиса», может поработаем, мне кажется, это было бы неплохо. Да, да. Короче, они здесь, как они делали приложение для Apple Watch? Пишут, ну, Apple Watch, крутая тема, очки, очки, часы уже популярнее, чем любые Rolex, и мы решили сделать приложение, наконец-то, короче, поняли, что это нетривиальная задача, хотя, в принципе, карту на руку поставить, ну, ничего сложного, но начали, короче, делать с прототипа, и реально сделали, вот просто из говна слепили, короче, хреновину, которая просто показывала картинки, рендерила с помощью WK Image, короче, при каждом передвижении карты она новую картинку отрисовывала, все это очень сильно лагало, практически по 1 FPS выдавало это все, но они чуть-чуть порадовались, конечно, вроде выполнили задачу, но звучит ужасно, как, ну, как продукт, который можно давать пользователю, не очень, так скажем, мягко говоря, пошли на вторую террасу, зашли, сделали более-менее такой прототип, который посерьезнее, опять же, не чураются того, что пишут Stack Overflow Driven Development, то есть пошли читали, значит, Stack Overflow, читали документацию, читали все, и с помощью Sprite Kit, это фреймворк под WatchOS, он пишет единственный, кстати, захреначили, уже более такую юзабельную версию, вот, уже более-менее рабочий прототип, но это еще не то, что хотелось бы, давайте все-таки более серьезно подойдем, третья итерация, напоминаю, абсолютно вот на казуальных, на казуальных щах пишут, третья итерация, короче, тут уже немного кода, пацаны, короче, используют какие-то специальные, короче, штуки, библиотеки, короче, и самое главное, они здесь используют как бы такую технологию тайлов, то есть, короче, карта, так скажем, по клеточкам увеличивается и двигается по клеточкам, по определенным, по вот этим тайлам, то есть увеличение и уменьшение, соответственно, количество тайлов увеличивается или уменьшается и так далее, в общем, короче, придумали, придумали технологию, и уже сейчас, короче, на четвертой итерации, то есть оптимизировали все, продумали все как надо, как будет карта общая отображаться, как будет увеличиваться, уменьшаться, спрайт-кит используется, все, короче, летает, и уже суперплавная карта у вас на часах. Соответственно, здесь, если хотите технические моменты, посмотрите, у нас в описании будет ссылка на основную статью, то есть реально, если вас интересуют формулы и так далее, как они здесь в коде это прописывали, посмотрите, гляньте. Вот, и запустили в релиз, все круто, то есть поэтапно, начиная не сразу с большого, замахивались, то есть реально начали понемногу-понемногу, потестили, посмотрели, как это будет, короче, и вот сделали классное приложение на часы. Ну, то есть как классно, я, естественно, не использовал, но я просто верю в дубльгиз, я уверен, что там все нормально, хотя, с другой стороны, тут другой вопрос вообще, в принципе, о простоте и удобстве использования на часах карты, то есть как бы это, конечно, ну, такой некий Джеймс Бондовский вариант, вот, но тем не менее, тем не менее, прикольно. Как ты, Саня, сможешь? Да я тут тоже миликом пробежался, как это, знаешь, очень часто нам писали в комментариях, или просто говорили где-то, я не помню, а что Саня иногда, вот, Никита говорит, а Саня не скроллит вслед за Никитой, и какого хрена? И кроме там нескольких курьезных ситуаций, когда я реально просто засыпал, когда ты говорил, я не мог ничего физически скроллить. То есть каждого подкаста? Ну да, пара курьезных только за этот подкаст, а вообще как бы так-то, да, в каждом. Так вот, иногда я реально просто, у меня взгляд зацепляется за какой-то абзац, я его читаю, я как бы вижу, что ты его уже пропустил, а мне кажется, что было бы уместным про это все-таки добавить, и вот так у нас и получается вот этот наш подкастный симбиоз. Так вот, тут я прочитал, что у них еще был баг, что на первых часах, на первых Apple Watch падало по тайм-ауту перевожение, потому что оно не отрисовывало первый кадр, за 10 секунд не успевало, а там прям хардварное такое условие, что если за 10 секунд не срабатывает, то вылетает просто по тайм-ауту, и все, чтобы часы не взорвались, видимо, от перегрева. Вот, они там делали, чтобы сначала карта пустая грузилась, просто чтобы уложиться в 10 секунд при запуске, а потом уже постепенно грузить подложку. Короче говоря, они прям прикольно сделали, потом они перешли на ретина тайлы, ретина, потому что, ну, они выяснили, что не так сильно это потребляет, что там как бы можно все-таки уложиться. Я, правда, так и не понял, в продакшене-то оно есть или нет. Ну, видимо, да, видимо, есть, конечно. Ну, чё, почему бы нет? Даже уже, мне кажется, приложение красное и белое, если вы знаете, такое есть на Apple Watch. Ну, слушай, вот конкретно эта статья, она 12 сентября, и они пишут в заголовке, что до них только Apple делала карту на Apple Watch. То есть это они вторые. Ну да, нет, я согласен, я просто зашел сейчас, загуглил 2GIS на Apple Watch, и в натуре выпустил приложение для Apple Watch. 2GIS, всё круто. Просто здесь в постскрипте, я могу, говорит, для интересующих выложить готовый проект, но уровень кода далёк от продакшен. Видимо, он как бы уходит далёк от продакшен, но в продакшене уже находится, потому что, ну, либо за 10 дней, которые прошли с момента выхода этой статьи, уже полный продакшен получился. Да, да. Вот так, молодцы, в общем. Но я просто поддакну тебе, что 2GIS реально рулит. Это круто. То есть они и фронт-энд двигают, умудряются, и вообще их приложение реально круто работает. Если вы нас слушаете из 2GIS, давайте посотрудничаем. Да, переходим к обойке, завершающую часть подкаста, обсуждение обойки, которая у тебя сейчас на рабочем столе. Собственно, давай я скажу сначала, что я вижу. Давай. А потом ты мне скажешь, где подкаст. Я скажу, что, ну, для тех, кто слушает, для тех, кто видит, это они и так кайфуют, наверное. Короче, на обойке изображён автомобиль, предположительно, я не знаю, какая конкретно марка автомобиля, но я предположу, что это, скорее всего, европейские автомобили. Они любят делать такие полудрэковско-кругло-фарные, такие, короче, маленькогабаритные автомобильчики, которые, в принципе, чтобы в Париже запарковаться. Вот. Ну, а здесь такой автомобиль европейский где-то в холодных местах. Возможно, ну, опять же, если это Европа, то, возможно, это какая-нибудь Норвегия. Не знаю. Ну, почему бы нет? Хотя снег есть там, наверное, практически в каждой стране. Вот. Предположу, это. Да я даже в Германии с таким снегом был. Да и в Германии. Да и в Германии, да. Почему бы нет? Вот. А теперь давай узнаем всё-таки, где подкаст наш. А наш подкаст – это ливнёвка, которая вот здесь на углу этого всего. Туда стекается всё самое вот такое. Всё самое разное, на самом деле, что происходит в интернете. Вот прошёл дождь из темок, и часть темок по дороге утекло куда-то там вперёд в какие-то конкурирующие подкасты, часть осталась тут на обочине, просто наши подписчики сами это где-то прочитали, а часть вот в эту ливнёвку ушла, самое классное, самое вот вкусное. И мы с тобой как два осенизатора спустились туда. Это мы на машине подъехали? Мы на машине подъехали, да. Это, видишь, она трёхдверная. То есть вот мы только смогли. И на всё заднее шланг лежал для откачки. Для откачки темок большой. А мы его спустили. Ну, так скажем, твой шланг лежал. Так скажем. Ну, мой-то да, он только на заднее поместится. Вот. И да, мы просто нырнули за этими темками. И вот каждую неделю вам покушать приносим, так сказать. Я считаю, что в этот раз нормально так принесли. В принципе, я почти каждым нашим подкастом я доволен. Не так, чтобы сказать, что вот это идеальный подкаст, потому что как только я признаю, что какой-то из наших подкастов идеальный, можно уходить. Можно и записывать дальше. Да, да, да. Но я доволен, в общем, как получилось. Я не ожидал. Мы, как ты и говорил, мы свеженькие, поэтому два часа с лишним, 2.33, если быть точным. И у нас давно не было больше двух часов. Мы прям последние пять подкастов, наверное, они были, ну, либо два часа, либо там час сорок восемь в таком аспекте. А тут аж два с половиной, как-то даже неожиданно. Хотя вроде темок то же самое количество. Но, видимо, те, которые у нас одной строкой, они все-таки одной минифицированной строкой получились. В общем, да, спасибо всем, кто дослушал. Мы нам посоветовали тут говорить. Увидимся в следующую пятницу. Мы со всеми, скорее всего. То есть у нас четверг выходит для патронов подкаст, а в пятницу для всех остальных. Вот увидимся в следующую пятницу. Пишем-то мы во вторник. Вот. У нас есть регулярность. Вы можете на нас смело подписываться и каждую неделю, как у Дудя, ждать ролик, потому что мы, в общем-то, практически не подводим наших подписчиков. Да. Да, в общем, все ссылки в описании. Увидимся через неделю в пятницу. С вами был Тормознутый. И когда увидимся, давайте. Целуем вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова